здравствуйте салют привет с вами за station дани видите алина и особый гость который приехал тоже не с пустыми руками представьтесь пожалуйста всем привет меня зовут миша и я из команды 31s games мы создали свою крупномасштабную стратегическую настольную игру безумие короны и действия игры разве разворачивается в средневековом королевстве охваченным войной и каждый из четырех претендентов пытается захватить власть королевстве удобным для него способом ну что же звучит по крайней мере логично мы уже разместили все жетоны которые нужны благо здесь компонентов крайне много очень много распределили всех своих героев получили стартовый капитал и соответственно вот карта находится перед вами будем так сказать движется к цели цель игры победить как можно победить победить в игре можно четырьмя способами первый способ это получить влияние распространяя его на все эти земли выполняя квесты игрок будет получать жетоны влияния и если он собирает определенное количество влияния в нашем случае это 10 если игрок собирает 10 жетонов влияния он побеждает второй способ это поиск затерянных артефактов по всей карте разбросаны различные подземелья опасные кишащие разными опасными противниками и сражаясь с ними игрок будет получать артефакты игрок собирая четыре артефакты направляется центральную локацию собор и побеждает его признают крутым крутым и горем в нашем случае нужно собрать три артефакта потому что у нас упрощенный вариант игры немного быстрее и немного динамичнее дальше третий способ это захватить 33 локации второго четвертого уровня это такие локации как города и крепости оппонентов нашем случае нужно захватить две локации если вы захватываете вы побеждаете и последний путь это становление демоном игрок становится демоном в его крепости появляется глашатый ада и когда он доводит его до места призыва апокалипсиса то начинается ритуал призыва апокалипсиса чума война голод и смерть и когда смерть приходят он побеждает я думаю всем очевидно по какому пути поеду я на пути дипломатии наверное да или торговли почему вы нет мы распределили уже как сказал собственно радане все наши стартовые ресурсы постройки и поселения в принципе да мы играем более ускоренную версию игры которая будет происходить динамично у нас меньше ходов у нас больше стартовых построек больше юнитов просто для того чтобы показать вам как все это дело работает ну и и также мы еще решили немного сократить количество раундов вот у нас их будет не 12 а 6 просто версия просто для того чтобы было больше экшен и больше лорной погружающей составляющей еще также хотелось сказать что это не прямо финальный вид игры то есть какие-то моменты для шлифовываются дорабатываются но в целом игра вот она вот вот так выглядит и еще конечно хотелось сказать что менять миниатюрки нам предоставили наши друзья из тессеракт принц спасибо большое вам так сказать поддержим нашего инди разработчика и давайте поддержим ее становление как короля в этой игре начнем с наших персонажей вот ты сегодня у нас кто я играю за преподобного эвелина я аббат я граф бертран третий милосердный славный малый и военачальник сэр ротбольд могу поместиться в мой ротбольд все нормально и гильдмастер джеральд галткоэн ну собственно фамилия говорит сама за себя великолепный торговец-купец поэтому буду иметь больше бонусов по торговле например на будей грец хорошо факт он кстати как раз арабской внешности и ты как раз начинаешь даже в жарких песках все максимально аутентично и тогда давайте начнем просто по часовой стрелочке наш ход начнем собственно говоря с нашего главного да хорошо для начала у нас начинается фаза событий и первая луна это у нас новолуния для начала мы получаем бонусы которые будут действовать на эту расскажи нам про бонус всего в игре есть шесть положительных бонусов и 6 отрицательных бонусов у каждой луны есть свое значение то есть например у новолуния это два положительных бонуса у молодой луны это один положительный и один отрицательный бонус один положительный полнолуния уже два отрицательных да также есть дополнительная фаза луны кровавая луна она может появиться когда при определенных решениях вариантов крестов или событий и она имеет три негативных бонуса ну короче чем дальше тем веселее вот что можно сказать давай тогда первые два бонуса мы посмотрим какие у нас выпадут это 1 и 6 игроки они получают на 25 золота дерево и камня с крепости в начале хода больше и также получают 10 благочестивости в начале хода ну отлично но как вы могли уже заметить тут присутствуют различные построечки в общем как героев мечей магии 3 если так быть для референс например ну или герой мечей магии 4 или герой мечей магии 2 или герой мечей магии 5 ты пропустила хорошо ходи 1 тогда и посмотрим с чем все это дело хорошо для начала игроки берут карты событий это такие определенные действия которые происходят с игроками в их владениях я сразу раздам нам все дикие дикие земли соответственно дикие дикие травы в картах событий как бы ты игрок встает перед сложным моральным выбором поэтому зачитывает ему другой игрок как квест а он уже выбирает какой из вариантов ему подойдет лучше и чем дальше например к полнолунию тем моральный выбор становится тяжелее ну что ж если мы начинаем с тебя тогда я зачитаю тебе квест беженцы внимание соседней стране идет война люди бегут кто куда я не буду читать по твоей версии группа эмигрантов просит разрешение поселиться на ваших землях они готовы заплатить чтобы начать новую жизнь под вашим покровительством вы принять с оплатой их или без оплаты я все-таки играю за священника и я прямой без оплаты вы понимаем что аминь вы понимаете что эти люди оказались в тяжелом положении поэтому протягивайте им руку помощи получи плюс одно лидерство плюс одно лидерство хорошо и также 5 благочестия давай я на ковырянном благочестие так ну и до трех ополченцев хочешь здесь ой нет них кормить потом нечем будет вот она доброта ты их принимаешь а потом не принимаешь не ну а чё они хотят служить мне лишние рты не нужны что логично хорошо дальше у нас миша и так залежи минералов вам рассказывают что в шахтах рабочие нашли залежи хризолита и многие другие полезные ископаемые что с этим делать оставить шахтером или присвоить себе но мы как честные торговцы мы конечно же а потом этим шахтером продадим вы решаете пополнить свои ресурсы за счет находки у вас есть на это полное право ты получаешь 5 нечестивости 75 золота и 50 камня у сетка мне это неплохо это грязное золото настоящий магнат вот и 25 вот еще 25 как мороженое и на этом заканчивается да на этом мой кое заканчивается начинается твой большой урожай урожай в этом году произошел все ожидания может быть ваше отношение послужило удобрением для этого может что-то еще удобрял но вопрос один что делать с излишками ты можешь раздать их людям либо сохранить на трудные времена с учетом того что я планирую вернуть этот мир во тьму и отчаяния сохраним-ка мы на трудные времена они будут на всякий случай вы решаете сохранить избытки няня часто рассказывала вам про холодные зимы и про пауков размером с собак но это уже совсем другая история плюс 5 еды и плюс 1 к стратегии и так ты готова граф вы готовы надеюсь пропавшие коровы вы случайно находите корову с клеймом это клеймо указывает на то что эту скотину отвечает крестьянин обиж за потерю коровы его подвергнут серьезному наказанию между прочим поэтому перед тобой встает дилемма либо ты съешь эту корову либо вернешь ее владельцу я граф милосердный я хочу вернуть корову владельцу ой какие тут все мы разбились на два на два лагеря вы возвращаете корову но крестьянина уже готовы выгнать из деревни за его безалаберность вам придется взять его под личный контроль да это неплохо ты получаешь 10 благочестивости и одного крестьянина крестьянина ты на самом деле может быть можешь не брать нет я возьму это лишний рот если что это прекрасно окей у нас проходит фаза событий в нашей фазе вот именно этих вот фаза событий заканчивается и после этого мы получаем карты способностей сколько вам лидерство мне два лидерства а это торгую так я тогда раздам стратегию вместо такие у тебя стратегия 2 у вас торговля 0 граф милосердные стратегии а мне там так тебе ездят одну стратегию мне лидер 102 а я тебе положил а благодарю это как бы игра пленена скрепляет скрепл местный труд для моей пользы он объединяем так пока мы читаем объясни пожалуйста к мы получаем карты способности в зависимости от наших характеристик прокачанных лидерство стратегии и торговли всего есть три характеристики и на руках оставляем способности общий уровень которых не должен превышать уровень вашего персонажа то есть изначально мы начинаем на первом уровне и должны оставить способность одну первого уровня способности делятся на три уровня первый второй и третий и они перемешаны между собой ну это весна если вы первого уровня зачем можем взять тебе только первого уровня пока что способность ну что ж я себе взял способность которая называется на полаге народа между прочим в эту фазу ресурсов вы можете не тратить и ну на юнитов находящихся в главном отряде велика в этом ходу у всех юнитов главного отряда минус 1 брони и минус 1 атаки но у меня проездом карточка в эту фазу действий ваш главный отряд может не останавливаться в локации свободно перемещаясь через гекс этой локации да если вы останавливаетесь на локации это вот в таких вот в зонах в зонах да то есть вы когда останавливаетесь когда вы проходите мимо нее и если заходите на локацию вы в ней останавливаетесь и там происходит какой-то крест а я получается я могу вот так вот убежать я себе оставил способности новые герои когда вы нанимаете авантюристов можете сбросить всех доступных авантюристов которые вы еще не надо затем перемешайте колоду авантюристов любом случае выложите заново 6 карт я могу больше нанимать авантюристов а у меня тактика внезапности за время боя когда ваши жетон хода должен приложиться на следующего юнита вместо этого переложить жетон хода на любого юнита в авангарде жетонский ну тут поскольку в бою присутствуют несколько позиций как раз мы поставим по очереди жетон движется как раз слева направо то я могу перекладывать он захочу но скоро это мы увидим я думаю и так у нас мы распределить наши карточки действий всяких разных далее до фаза событий на этом заканчивается и наступает вторая фаза 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 ресурсов для начала мы должны покормить своих юнитов у нас уже мы предварительно выставили вот деревне лесопилки и каменоломни которые нам приносят ресурсы также у нас есть базовая локация это крепость да но сначала мы сбрасываем ресурсы а потом так я накормился в термоедов если что я далеко не убираюсь я забыла что у меня на старте а у меня на старте это вот просто 5 да она не увеличивается на это на это но не беда ты грохни крестьянин чуть уперся ходит что-то там это корову корову тащил-тащил да не тащил да нет пусть будет пусть ко мне голод придет я поголодаю немножко а вы хотя бы узнать что это такое за механика собственно говоря у нашего оборона алины появляется механика голода то есть она неправильно смогла покормить из отрядов чем дольше она будет это делать тем больше дебафов и отряды будут получать пока у меня голод первой степени я получаю всего лишь минус 2 здоровья у всех юнитов у крестьянина 0 а крестьянин умер нет смысле не в бою то есть как он вступит в бою сразу сдохнет от кринжа но также можно было сбросить ненужных юнитов которые не прокормились и снизить одну характеристику на один она у меня характеристика нет или как но на всему понятелось бы серьезно да ой нет спасибо лучше я поголодаем да действительно так мы покормили теперь мы получаем ресурсы с наших влага сейчас смотрите будет хаос творится мы получаем ресурсы в соответствии с построенными зданиями то есть у наших и у нас изначально есть четыре здания это крепость деревня лесопилка и каменоломня крепость у нас приносит по 75 золота 75 сотки за бонус 100 дерево 100 золота шоком и еще три еды деревне приносят 5 еды лесопилка 100 дерево каменоломня 100 камня а я просто скажу что так как я классный милосердный граф я получаю на одну еду больше это приятный бонус а сейчас я хочу воспользоваться и купеческой способностью я хочу опять цыгане налетели я хочу вместо того чтобы получить из своей великолепной крепости камень которого у меня много я хочу за место этого получить 100 дерево хитро добазарился ну потому что дерево дерево у меня мало все мы как бы предприниматели начинающие нужно поддерживать малый бизнес так сделать я получил за крепость теперь нужно получить за каменоломня лесопилку да 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 мы взяли по сотке и все равно еще сотку дерева и сотку этого я должен получить за мои постройки начинается новая неделя астрологи а также мы получаем еще 10 благочестивости а мы же вначале уже получили да да это дополнительно а это за бонус именно благочестивость хорошо я уравновесил свою темную сторону небольшой порцией светлой стороны словил я множество 15 ложки вот и он там светлый и пиво пьешь тюмные дневный отзор классика ну чтож так на этом фаза ресурс радостите клещу золото не получил а я получил за крепость а ратуши я пока нет а вот и так учу за крепость что ты мне горбатого лепишь вот у меня стартовая вот я получил за квест не будут цыгане нагрев итак ресурсы мы получили теперь начинаем наши движения я иду не взял сколько тебе надо мне нужно 5 плюс 3 8 давай у меня войска жать хочешь у меня тоже чуть думаю что один такой теперь мы начинаем также по очереди ходить двигаться по карте и предпринимать различные есть да на этом фаза ресурсов заканчивается и начинается основная фаза фаза действий в эту базу можно перемещать любые свои отряды до 6 гексов я пойду помолиться а здесь какие-нибудь плюшки которые бы увеличивали тебе скорость например да есть различные артефакты трофеи и плюс есть еще способность стратегии которая удваивает скорость так я пойду в алтарь я молюсь там и получаю 15 благочестивости вот держу тебе 15 спасибо и на эту локацию я кладу жетон закрытия локации повторно совершать паломничество в храме нельзя да но если какой-нибудь другой игрок придет он может совершить паломничество или оскорнение да так дальше я хочу построить себе казарму вот у нас конечно казарма но я как ветеран героев мечей магии конечно же для начала в экономику ударюсь этому как происходит строительство строительство создается юнит нужное количество юнитов крестьян для постройки определенного здания то есть для казармы мне нужно два крестьянина одного крестьянина я получаю из деревни бесплатно а другого придется нанять так сейчас я спрошу за него теньки пока он стоит здесь так это четвертый хитрюга мне кажется аббат хочет так сказать получить военное преимущество на карте я не простой аббат я ударяюсь в войну он боевый поп бы бы так и передвигаясь этим отрядом на 6 гексов раз два три четыре пять шесть вот здесь вот здесь буду строить свою казарму так я положу сюда жетон казармы и сброшу ресурсы за казарму это 200 золота хорошо хорошо выгодные дельцы выгодные и еще пять за крестьянина мне сдачи 20 пожалуйста так ладно это все что хотел сделать да это все хорошо тогда я не тоже не буду мудрствовать лукава особо я делаю раз два три четыре начинаю молиться а хотя значит давай-ка разорю храм ну окей тебе нужно это поймать нечестивость и таки на десяточку если он разорит еще два алтаря он станет демоном я все хотел разорить храм серьезно и фиггаты тогда я также здесь получаю одного бесплатного крестьянина за ферму кладу это на своего солдатика покупаю еще одного крестьянина как раз двадцатку сдачи мне пожалуйста после чего появляется мой молодой человек что так появляется он вот здесь на точке да он появляется ли хорошо и делает шаг 1 2 3 4 5 6 и столько там ты ничего не перепутал ты не звонил и кричалами на авто ответчик я сейчас покричу на авто ответчик окей казарма стоит 200 золота 125 дерева 125 дерева и 200 до камня по-моему до 200 камня пожалуйста казарма позволяет нанимать юнитов бойцов ближнего боя и бойцов поддержки но чтобы вообще улучшать юнитов нам потребуется потом другие издания а на следующий год мы можем нанимать слабеньких юнитов но все равно сильнее чем наши изначально и получается квест мои мелкие отряды взять не могут господу помолиться разрезать храм они также не могут ты можешь его если хочешь подсоединить к тому своему отряду что нам всегда нужно двигаться 23456 просто пока будем идти в поддержку скажем так вот ты конечно мышь мышь я не мышь я мог ладно в таком случае я начинаю свои действия скажи пожалуйста в головном вот в этом отряде у тебя какие юниты главном утре 3 ополченцы вот в этом 3 ополченцы они в этом два этих тут уже два крестьянина всего они строят ты можешь если дойдешь на них можно я понимаю понимаю да ну что ж я начинаю тогда свои активации дела просто раз два три четыре прихожу сюда оскверняю это дело потому что это не дело нам будут эти монастыри не нужны я считаю получаю свою законную десяточку благочести благочестивости супер неблагочестивости мне их уже 22 далее этот отряд у нас раз два три 4 5 6 выдвигается сюда чуть-то делать хочешь далее я получаю бесплатного крестьянина и покупаю крестьянина трачу немножко балдежки на это дело это здорово придумал спасибо молодец спасибо я так еще одну забыл пятерики собрали формирую из них новый отряд который появляется здесь вот прости братом и соответственно продолжают двигаться это раз два это не это не главный отряд а проходить то я могу да хорошо хорошо раз два это просто если главный отряд через локацию 1 2 3 4 5 6 останавливаюсь здесь и строишь казарму и строю казарму так для того чтобы построить казарму мне а можно мне казарму пожалуйста я сразу ресурсы убрал 200 золотых два портсигара отечественных так 200 золотых сдаем дальше 200 камней сдаем и 125 деревяшек а я блять так хотел построить ферму спасибо тебе огромное то что ты так реагируешь за то что мне пришлось из-за тебя начинать военную экспансию я учусь дипломатик главное время завалить на другого вообще факт но для этого мне войска как бы ошибка то не нужны были а теперь очень даже пригодятся так ну все у меня начинает строиться казармы пвп и засал все мои а нет почему все то подожди у меня сейчас на карте раз два три четыре пять шесть семь восемь юнитов а еду у меня так пять я нанимаю еще один отряд у тебя еды то хватит у меня хватит еды но он было покупаю двух крестьян а так я здесь сразу появлюсь и чё и чё благодарю но ничего на самом деле просто шагаю вот сюда и начинаю строить еще одну ферму точнее деревню да прошу прощения для этого мне нужно потратить 60 золота у меня как раз 60 золота пожалуйста ни хуя батя гений экономики да ну у тебя нет 125 дерева кстати если тебе потом надо есть ферма ты ее можешь спокойно разрушить за это тоже можно получить 25 камня так и деревню будьте любезны конечно благодарствую оп все на этом мой ход заканчивается барон алина граф простите а ты где строишь эту казарму здесь да так клади ждура а я вообще же не положил ну ты пока ходить но я получаю своего крестьянина из крепости также я получаю ой скажите раз два три 4 5 6 7 8 ну нормально если ты построишь ратушу то ты можешь потом следующем ходу обменивать ресурсы да все прекрасно соответственно я покупаю за пятерочку еще одного крестьянина пусть он все перепутала отлично отряда у нас здесь появились значит главным я иду на квест он вооружен у меня до зубов дальше этот парень идет сюда строит тут радушу а этот парень идет сюда и строит тут еще одну деревню так радушу и получите отлично значит и того мы скидываем 235 золото так 200 я только сейчас понял что мы на самом деле с тобой немножко не по умному сделали не я цель полному сделал нет нет не помню скоро поймешь почему ты не помню так и я отдаю 225 225 граммушка и соответственно струю сейчас я найду эти штуки дрюки а в целом наверное у меня ход все потому что я все построила и буду искать жетончики это хорошо раз начинается фаза квестов и чего-то там то есть у тебя нет места не отверглась не так выполняем квест замешаю небольшую колодочку я пока все еще деревне давай защита пожалуйста благодарю ты готова барон да граф извините можно звать меня барону а с какой надо что-то зовите меня барону да 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 можно маркиз или маркиза 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 и так квест мародеры и падальщики хорошо около поселения произошла битва об этом вам рассказали местные проблема в том что теперь окрестные разбойники обирают остатки кормят ими своих питомцев у тебя есть выбор либо разобраться с этой проблемой и будете давайте разберемся хорошо барон граф говорит нельзя нарушать покой мертвых или позволять кому-то это делать надо отстоять честь павших воинов направляйтесь на ближайший холм ближайший холм смотри у тебя получается вот вот есть холмы вот холмы а это холм вот еще холмы вот холмы ну что ж отправимся тогда пожалуй укладываем скорее всего ждут тебя опасные я не могу я же милосердный барон и тем более у тебя еще голод чтобы воевать спокойно тебе нужно так я оставляю тебе твой квест потом когда ты придешь на холм его перевернем и зачитаем вторую часть пока не переворачивай окей квеста квестовая фаза завершается потому что больше нас не у кого квестов нет далее начинается новый ход мы переходим в новую фазу луны поэтому нам нужно снова кидать кубасики да у нас первый игрок меняется и им становится на а ты кидаешь один бонус до 6 опять здесь благочестивость в начале хода а почему один а у нас только один бонус да сегодня один бонус только так но я себе сразу черебас возьму я тоже дай ну тебе тоже дам на оскверняшка от оскверняшки слышу справедливо мне 15 потому что я аббат ох ё чем не как бы эту вашу казарму разрушать вот мне тоже пока не ясно зачем тебе вообще разрушать события и события ну как я что думаешь твой казарму рядом с собой держать буду что я для дать можно всегда договориться да нет для тебя события давай ритуальные услуги на дороге вы встречаете незнакомца который просит вас помочь провести обряд погребения незнакомец обещает вознаграждение за потраченное время это похоже на ловушку отказаться или помочь я вижу что он человек чести у него высокий лоб очень острый взгляд поэтому за если он обещал плату значит я готов ему помочь хорошо вы соглашаетесь помочь провести ритуал после которого незнакомец и говорит что хочет присоединиться к вашему отряду ты получаешь 25 золота и можешь получить фехтовальщиков любой отряд о май гад фехтоваль так неожиданно и приятно вы чё там укулили всех а он говорил что ловушка да да это был ты потому что все подстроил я предлагаю заключить военный альянс твои деньги мои военные я думаю над вашим предложением мы же их развофлим они даже испугаться не успеют давай-ка мы просто бы начершать добрые дела и при помощи доброты вас убьем минус первая дипломатия пошла давай торговец вы встречаете торговца который утверждает что торгует зельями они обладают волшебной силой могут помочь сделать ваших людей сильнее и помочь в путешествии отказаться или купить нет денег нет отказ отказываюсь отказываюсь сказав старику что он сильно завышает цену на алкоголь вы продолжаете путешествие после чего ловите стрелу в колено удалите один свой отряд шучу тут такого не написано просто ничего не происходит ничего не происходит да блин хорошо граф алина да маркиз барон свящер барон священный лес ваши лесорубы находят в лесу поселение люди живущие в нем просят прекратить вырубку они считают лес своим священным домом ты можешь либо не рубить лес либо срубить его подчистую среднего нет договориться нет ну хорошо давай я не буду рубить лес хорошо ты не рубишь лес поэтому лесные жители благодарят вас их вождь в знак дружбы просит на приносит для вас подарок лесорубы не получаешь 5 скверны 5 5 нечистивости не поняла ты теряешь одну чистивость и опять да да не поняла и никому помогла и так же ты получаешь какую-то шимба-вумбу я не знаю это трофея 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 моя трофея бежи это твой трофей а я алкаша встретил на дороге а что такое серебряный кувшин ты можешь его продать а это драгоценность а то есть это не трофей не артефакт да трофей делится на четыре типа это драгоценности которые можно дорого продавать это модификаторы которые позволяют улучшать сильнее и делать сильнее ваших юнитов это зелья которые имеют одноразовый эффект во время боя но при этом могут как-то положительно или негативно влиять то ли на противников то ли на вас в зависимости от зелья и есть еще свитки это такие глобальные вещи например есть свиток вы можете полностью уничтожить еду оппонента если хотите гром ему в деревню ну что ж и последнее тогда руины ваши люди обнаружили руины старого города они не могут решиться что делать то ли стоит исследовать их то ли убегать так как там могут водиться жуткие твари например призраки или внимание голые землекопы имеется ввиду грызуны хотя перспективу вид таких рабочих тоже может устрашить ты оставить все как есть или исследовать вы не хочешь так руина вообще опасное место но я рискну давайте очень следовать вы находите завалено заваленное хранилище в нем находятся какие-то старые вещи и чей-то запас золотых монет ты получаешь 4 четвертинки ну то есть соточку . и 100 золотых баскал родины получите распишитесь мы получаем дальше эти преимущества и так наше событие закончилось и мы переходим к фазу фазу этих получения карточек да да поговорим здорово не как-то до сих пор не по себе пропускаем раунды и так так тебе стратегии сколько мне одну стратегию но я торговлю раздам сколько мне она торгую и тебе одна стратегия стратегии мне дародов стратегию так далее лидерство кому сколько монеты пожалуйста ваши дни и для торговли ваши два лидерства ну как вы можете обратиться за мое одну лидерскую как удачно так ладно так смотри а если я оставляю себе карточку мне будут две я не могу их на первом уровне оставлять а кто говорил что будет легко в битве за корону в конце я сбрасываю и беру карточку новый шанс который мне говорит что я если вдруг у меня закрытый жетон локации то я могу его отменить и еще раз попытать свою часть да еще раз например помолиться еще раз храме или если в случае отказалась например отказать я могу еще раз попытаться взять там кость окей окей с карточками разобрались дальше мы кормим наших оголдена воинов так у меня давали я больше я все скормить 5 так и у меня пропадают два крестьяна потому что они достроили мое здание да и все здания которые у нас строились они в итоге отстраиваются крестьяне которых строили исчезают убегают умирают я думаю они начинают обработать второй третий отряд исчезли второй отряд исчез а это твой куда я полез извините уже сразу в будущее глядишь ну и самая приятная мною фаза любимая это поехали так ты проблему голубу свою решила кстати нет да я пока всех накормила вот и что в этот раз я дебил уж нет я не дебил я умный так 185 мы должны получить так я получил золотишко до 150 175 у меня две деревни то есть это 10 еды плюс сверху еще три еды ой у меня еды то можно теперь не кормить мне то забыть но тут чем стоит скорая кормить будет никого да 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 золото мне еще цепите пожалуйста пить отлично тогда мы сделаем то еще вот уберем забрал все дерево маленькая а вот все нашла ну что ну что что подожди ты собираемся ресурс ну так я взял дерево я взял камень я взял золото еду еду не взял 8 еды в мою сторону камушек ну чё поторгуем я готов тебя выслушать скажем так так о чем у вас слушать то меня все очень просто мы объединяемся и убиваем благочестивость до получаем мы ее уже получили нет а сейчас у нас какие бонусы а только выручить я уже взял себе по крайней мере я не брала 10 до надо да 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 так дальше у нас обмениваемся ресурсами пока что наполняемся ресурсами так что ты мне можешь предложить кроме своей дружбы как бы а тебе мало у тебя ну так вот этот нет у меня там фехтовальщик не так то да так то мне твоего честного слова маловато а ты что ты хочешь конкретное от меня именно ну смотри просто какая ситуация сейчас происходит золото у тебя не то чтобы шибко много меня золото немножечко побольше то есть знаете я смогу больше войск и скажем так всего лишь за каких-то жалких ну сотку золотых в день я готов тебе помочь у тебя извините у тебя там твое салахаддиновская ничего там не треснет да нет не умеете вы торговаться товарищи не умеете вы в дипломатию война значит война еще пять еды что-то мне как-то я переборщила мне кажется еды но другой стороны и ты много не бывает что 10 лет так вам пока там или на меняет но закончилась тогда фаза получения ресурсов и мы начинаем где-то фаза действий первым игроком становится дания да и он первый она получается что так так это мы сделали это мы сделали теперь нужно будет очень хитро все это провернуть дельце то тогда мы делаем очень просто мы берем так сколько нужно кристина чтобы построить так один крестьянин беру одного бесплатного крестьянина который у меня там лежит там у тебя есть ну да получаем его на боли сразу он двигается раз два три 4 5 6 сюда и ставить сюда поле деревню то есть ну деревню да так я отдаю из казны 60 золота 125 дерево я тоже понял что он задумок он же может оттуда крестьян нанимать да тут как бы гением быть не на тактике ну ты мне стишите ты мне стиш так сто семьдесят пять а сто двадцать пять чтобы дерево спасибо пожалуйста а где тут у нас город в котором можно нанимать 25 камня и 60 золота и вот здесь пожалуйста это сделано тогда следующее что я предпринимаю я хочу нанять себе немножко войск сколько у нас стоит наши замечательные товарищи 30 за одного стража да ты можешь из казармы нанимать и либо стража либо фехтовальщика тогда я хочу так сказать немножечко вложиться в развитие на ему себе и правда одного фехтовальщика еще одного стражи это получается заплатил 60 золотых так мне потом фехтовальщика пожалуйста и одного стража и правильно что мне не нужно иметь все что не там построить это да ты можешь подавон а ты можешь спокойно сделать золото в листе и нанимать самый крутых хорошо получили после чего вот этот мой молодой человек который несет на себе двух товарищей делать раз два три 4 5 6 передаю двух товарищей ков и исчезает о чем у него это не важно два ополчинцы монах тогда хочу напасть раз два три 4 5 6 хорошо а я обязана вот в следующий ход квест выполнять подожди вот такой вопрос если вот я подошел в средне с ним гекс у нас завязывается бой или нет да если два вражеских отряда стоят на соседнем гексе друг от друга то завязывается сражение фазе квестов и сражений а это только фазе квестов и сражений но я понимаю я пока просто отряд подготовлю сразу же и так же ты что-то еще делаешь да конечно мне много планов на это мероприятие в этом-то вся проблема если тебя достигает вражеский отряд ты теряешь свои передвижения а ну хорошо сейчас придем дружить да хорошо хорошо тогда что мы делаем дальше вообще да и немного неверно сделано было сделать раз-два-три-четыре-пять-шесть а если он бы не дошел на и не смог бы передать тогда я нанимаю еще одного крестьянина так просто я в этом отряде те кто у меня здесь 4 фехтовальщика не страшно так да давай я наверное ему еще одного крестьянина рабочая сила мне 20 кузович просто сюда может только главнокомандующий перейти вот наем влаги не это в лагере наемников может нанимать абсолютно любой отряд если он там находится также как и если вы находитесь в ратуши или гильдии торговой то вы можете очень доступ к трофеям 25 камней хватило неправильно считал до трофеи если что ты может продавать с другой вы сделать то есть даже не находиться там прекрасно хорошо тогда я делаю раз два три 4 5 и начинаю строить еще одно поле трачен это так там 60 золотых мне ты мне неправильно монет отдал мне конечно приятно но честно торговец он какой ужас видите мне пожалуйста 50 сдачи хотя это третья деревня получается да хочу 3 деревня нифига ты фермерство удалился ну потому что весь какой у меня персонаж ему кушать он так скажем солидно молодой человек 125 дерева и 25 камня хорошо на засим у меня чуть осталось золото я могу в принципе ополченцы улучшить но я не хочу этого делать все окей начинается мой ход в принципе я хотел пойти квест повыполнять но видимо не судьба раз-два-три-четыре прихожу сюда дальше в казарме нанимаю солдат появляется у меня там мой второй отряд здравствуйте давай наверное я найму парочку фехтовальщиков за 60 парочку фехтовальщиков за 60 на судьбу а также в музыку заводится в музыку на судьбу или что если в следующем ходу, если хотят. Но если ты хочешь сейчас его победить, то лучше соединить, например... Мы сделаем проще. Раз, два, три сюда. И я передам двух фехтовальщиков моему командиру. И на этом отряд исчезнет. Хорошо. Великолепный. Так, эти подвигались, эти подвигались. Строить я, наверное, в этот ход ничего не буду. Надо денежку экономить. Поэтому мы действуем, и все. Граф. У меня такой вопрос. Если вот из этого отряда хотят отпочковаться ребята, они где будут? В смежном гексе. Ты можешь на любом соседнем гексе. Ну, кроме, конечно, горы. Прекрасно. Тогда с главным нашим папенькой уходит монах, а эти ребята появляются... Это что? Это правило. Все нормально. Появляются рядышком. Соответственно, я получаю, видимо, два крестьянина. А у меня есть. Так, пока они там мудрят, давай-ка обсудим детали предстоящего сражения. Ты можешь, в принципе, отступить за скромную плату. Я тебя откущу. Да. Ты что хочешь? Напугать из-за голой жопы, или что? Хорошо. На квест. Ты вообще, типа, ломаться с бога я смотрю. А я пришла. Это лагерь наемников. Ты получаешь... Ну, подожди, подожди. Что-то... Что не так пошло? Вот, с папенькой, наоборот, остались вот эти ребята. А вот сюда пошел монах. Итак, твой монах получает доступ к шести различным авантюристам. У-у-у-у-ла-ла. Ты откуда? Я вот как бы про то. Мне хвесты выполнять надо. Вы разбойников там видели вообще? Нет. Да. А что надо делать на границе моего государства? Это мое государство. Вообще-то, это гильдия наемников. У тебя ничего там не треслет от твоего государства? Сейчас ведь мы посмотрим, где еще государство. Пакуй верблюдов, я в дороге. Если хочешь, ты можешь завербовать их всех. Если у тебя хватит денег, конечно же. Ой, ну мне вот этот нравится очень. Что он? Имеет девятый уровень быстрого боя. У него 10 хп. А это что такое плюс? А, изначально это... У него нет бонуса к модификатору атаки. Но у него есть способность ярость. Орать, воевать. Он может потратить свое количество хп и переквалифицировать это в бонус-атаке. То есть, он одноразовый. Ну, как хочешь. Ты можешь сколько угодно потратить. Ты можешь 10, 9 потратить. Можешь 8 жизней потратить. Так, хорошо. Этот у нас Ассасино. Имеет 8 плюс 3. 5. Это у нас... Это контратака. Контратака. Она с этим, да, суммируется, если не ошибаюсь? А, нет, не суммируется. Она ни с чем. Да, и у него также есть яд. Есть яд. Это накладывает жетоны яда. Рвение. Это он перед боем может атаковать. А что сапожки значит? Его нельзя контратаковать. Уи! Так. Покажите всех. Ну, а в принципе, у нас осталось Следопыт, Элимитатель, Копий. Плюс 3, плюс 4, 7, 8, 4, 3, 5, 2. Что у него за способности? У Следопыта способность дальней атакы. Это он может атаковать абсолютно любых юнитов, которые даже скрываются за бойцом-защитником. Вырви глаз. Вырви глаз. Глаз за глаз способность называется. Эта способность позволяет контратаковать тех, у кого есть вот такая способность ловкость. Так. Я возьму, наверное, всех по одному. Думаю я. Мне как раз, я только четверых могу взять в отряде, да? Нет, а ты можешь создать еще один отряд. А зачем? Мне как бы, дождите еще, мне надо посчитать, чтобы мне денег хватило. 120, 190, 240. Ну, раскатай губу, закатай обратно, как говорится. От кого-то придется отказаться. Да, я, пожалуй, тогда откажусь. Отберсись. С другой стороны, следопыт такой, он крошечный. Ну, ладно. Мы, наверное, тогда откажемся. Три, восемь, четыре, семь, одинаково, пять, два, Ты еще наемник выбираешь? Да. Окей. Это сложно. Так, а это у нас что? Это авантюристы. Нет, в смысле, ловочок. Это пробивной удар. То есть, при атаке он игнорирует одну единицу брони. Ну, ладно. Давай тогда возьму, наверное, вот так. так, так, плюс 70, 180. Остальных ты не берешь? Нет. Бедные следопыты и метатели копий не нашли работу себе. Прямо метатель копий есть один. Все? А может, бирстеркера не брать? Так, подожди, я сказала, 100, 90. 190. То есть, десяточку. так, допустим. Так, и она потом просто пойдет добивать выжившего. Ну, успехов пожелаем. Зачем мне вы нужны? Я милосердный, граф. Я тоже так говорю всегда. Так же ты на меня напал. Ты ебу должен. Рано переписывать историю, ты победи сначала. Ну, все. Это информационная война. Все, отлично. Теперь мой ход. Казарма у меня есть. Хорошо. Я улучшу себе от двух ополченцев до двух фехтовальщиков. Ну, это так можно было? Сколько улучшения стоит, кстати? Улучшение, по стоимости юнита? Да, да, да. Такое количество. Чтобы мне улучшить ополченцы. Ну, то есть, по стоимости юнита. Ну, стрелочки. Да. Да, я понимаю, в смысле он улучшается за 30, а этот просто стоит 30. А, так, да. Так, это 60 золота. Теперь мне... Сидел бы там у себя в пустыне, специи добывал. Нет, надо бы прийти. Ты когда-нибудь выращивал пшеницу на песке. Знаешь, как это тяжело? Я не сомняюсь, что это тяжело. У меня просто другой вопрос. Что тебе вообще надо на моих землях? Вот что? Вот что? Вот что? Так, я же видами любуюсь. Так, я пойду в шахту, возьму там квест. Дальше я... Наймусь и получаю одному крестьянина здесь. А что я этого не подвину? Кого? Да, свой главный отряд. Я его подвину. Не, я свой не подвинулся. Почему-то вдруг. Так, я получаю одному бесплатно крестьянину. Он у меня вот здесь будет. Так, и туда же нанимаю еще одного крестьянина. Кому? Он не дойдет, не допудит. Так, в смысле, нет. Он основывается вот здесь, на следующий ход приходит сюда. И хочу построить себе ратушу. Блин, в следующий ход активирую себе тоже улучшение, и все. Ну, приходи, окей, все, просто в следующий ход я активирую себе. то есть первым. И что? Придай, вот здесь я буду строить себе ратушу. У нас следующий ход будет плюс один бонус, минус один бонус. Ну, а что делать? Неприятненько. Всем носителям бороды минус трикотаки. Так, ратушу, ратушу. У тебя тоже борода есть. Это не борода. За ратушу я даю восемьдесят пять сорок. Вот, да? Так, что-то происходит? Да они там что-то строят, меряют, вот у нас там война, Мы-то понимаем, что остается. Ну, наху, зачем попадаешься в ленингой, если не воевать, как бы, что-то, ты там инфраструктуру развивать собираешься. У меня там, может быть, свой, это, 150 дерево. Уоллес. Такой Уоллес. Кто? Не суть. А это многоразово можно использовать, Да, можно каждый ход нанимать себе, там, авантюристов. Так, и 200 камня. А на квесты в итоге не пошла еще? Пошла. А, типа, ты готовишься? Да. Окей. Ну, мне же надо с чем-то. Я как, знаете, увидела, какие разбойники там, ух. Ты еще местных арабов не видел, они тебе отбитые на всю башку. Так, и я на этом всем. Окей. Мы переходим к фазе квестов и сражений. Квесты у кого-нибудь есть? Да. Ну, для... Которые сейчас выполняются. У нас там будет сражения сейчас. Да, сначала мы делимся тогда. Ох, ё. Сначала квесты и сражения. Первый ходит, да, нет? А, понятно. Да? И у него первый бой. Е. Выкладываем их по очереди. Получается вот так. И... А у него все в ряд, То есть я с двумя сражаюсь сразу. Так, смотри. Если в бою участвует больше пяти юнитов, то бой происходит арикгард и авангард. То есть ты выставляешь каких-нибудь юнитов вперед, а каких-нибудь назад. И сражается только... И в чем разница? Сражается только авангард. Но, в конце каждого цикла ты можешь менять между собой юнитов. То есть ты можешь дополнить свой авангард юнитами из арикгарда, или можешь как угодно поменять их. А, так у меня получается в попке только два ополченца останутся. Ну и ладно, пусть отдыхают пока. Вот так мы снимаем. А у тебя тут? Там два фехтовальщика. Я понял. Ну хорошо. Ну все, давай, давай, давай. Ну давай, я хочу сразу же... Кого ты хочешь, брось? Брось. Что? Инициатива. Нет, нет. Инициатива бросается только если... Смобами. Да, с мобами. А в данном случае инициативный тот игрок, который и напал. В данном случае напал на него. Это жалюбная игра. А я напал, блин, другим отрядом. Ну ты потом напал на него. Хорошо. Так, для начала я хочу прокастовать щит. Хочу сразу сказать, что ты не можешь использовать благочестивость, потому что это не главный отряд. Тогда я в говне. Батюшки, это кто к нам? Так, что там с благочестивостью? Нечестивостями, не нечестивостями. Опа, ты-то что за суетился? Ну типа... Короче, ладно, давайте так просто лицо сломаю и все, и разойдемся уже на этом. Хорошо. У меня активация стража, я бью стража, как это неудивительно. Вау. Да вообще не говори, классно. Так, у тебя получается что? Сколько? Шесть. По восьмой броне. Да, не проходит. О, класс. Мы долго будем что-то друг ковырять. И также контр-атака не проходит. У тебя следующий ходит техновальщик. Да. И мой хобочник. Почему ты не прошла контр-атака? Потому что ее контр-атака тоже выше. Окей. В таком случае, что я делаю? Скажи мне, пожалуйста, про эти значки чудные, потому что я понимаю не все. Это пробиться сквозь броню. Мордашка, это что? Нет, нет. Смотри. Пять нечестивостей, сначала глаз за глаз. Это ты можешь контр... Твой юнит может контр-атаковать тех, у кого есть способность ловкость. То есть, например... Сапожка. Да, сапожка. Хорошо. Но тебе это не нужно, потому что у него... Дальше у нас это воскресить один юнит и сделать его нежитью. Да, если у тебя умер юнит, ты можешь его воскресить. Хорошо. Дальше. Десятки. Первое, это вампиризм. Ты накладываешь на юнита способность вампиризма. То есть, сколько он наносит повреждений юниту, столько себе устанавливает жизни. Далее. Далее. Это идет способность страх. Ты накладываешь на юнита способность страх на своего юнита и вражеские юниты не могут контр-атаковать. Далее пятнашки. Это проклятие 2. Ты можешь наложить на всех противников проклятие 2. Проклятие 2 дает либо минус 2 бонуса к броне, либо минус 2 бонуса к атаке. Это на один цикл. Так, и вторая пятнашка. И вторая пятнашка это способность бессмертная плоть. Ты накладываешь ее на своего юнита и его можно убить только если два раза по нему стукнет с удвоенной силой. То есть, если на нем будет жетон кровотечения, то нужно, чтобы два раза его еще стукнули. Да бейся, бейся без этого говна, как мужчина. Хорошо, я ничего не понял. Давай мы сделаем тогда проще. Я использую 15 нечестивости. И на своего стража вешаю вот то, что ты сейчас последнее сказал. Я, правда, не понял, что это. Смотри, когда фехтовальщик будет тебя бить, нужно два удара с удвоенной силой по тебе, чтобы ты умер. А так я вообще урона не получаю. А так ты не получаешь урона. Привет. На тебя же тонус навешу. Да, давай. У него много фехтовальщиков доставил. Я поздравляю его с этим. Все? я походя. А, типа, и тогда мой... Мы побили друг друга. Да, типа, я тебя бью, тоже, тебе ничего не у тебя до конца боя, типа? Да, это до конца боя. Ну вот. То есть, тебе 4 кровотечения нужно на него повесить? Или нет? Да, получается так. А если атака, типа, не пробивает броню кровотечения, вешается? Да. Я возвращаю это на место. Западел. Ты на меня напал, блядь. Мне, чтобы играть спокойно, причем ты... Развиваться, слинг вырахивать крышечек. Это одно и то же. Я использую 15 благочестия. Зачем я использую 15 благочестия? Все равно это очень непросто. 15 благочестия. 15 благочестия... Я еще не предпринял первое действие. Ты можешь дать... У тебя вот действие за пятнашку вот это двойное действие можешь получить. Я понимаю. А ты также можешь положить благословение 2, то есть улучшить всех своих юнитов на 2 единицы брони или на 2 единицы атаки на один цикл. Я это тоже понимаю. Ну, типа, даже если я усилию его на 2 единицы брони, в этом не будет толку, потому что фехтовальщики все равно меня будут пробивать. Потому что фехтовальщики все равно тебя пробивают, даже если не пробивают. Нет, они на тебя кладут просто жетон кровотечения, который просто будет усиливать их атаки. Я понимаю. Не пробив мою броню, они вешают на меня кровотечение. Я понял. Я понял. Ну, тогда да, у меня нет вариантов, тогда я действительно все-таки вешаю на него вот эту толще-стилую, которая типа там удвоенный, что-то там зачем-то. Хорошо. Хорошо. Бьюти фехтовальщиком и ничего кроме жетона мне это не приносит. Окей. Ну, потому что у меня типа 7, а 7 это мало, потому что у тебя 8. 8. Ну, в следующий раз как бы будет хорошо. Все, у тебя жетон хода перекладывается? Да, жетон хода перекладывается. мой великолепный ход. Почему у тебя два фехтовальщика одновременно бьют? И одновременно, я просто их сложил, чтобы короче линейка была. окей, мой фехтовальщик активируется и бьют там, смотри, как я делаю. Я использую 15 благочестия. Ох, эти цыганские фокусы твои. погоди, вот ты, кстати, ударил фехтовальщиком стража, и страж тебя контратакует на троечку. Ты получаешь 1 единицу урона. Великолепно. Я потратил 15 благочестия, я до конца цикла повышаю на 2 всем своим парням атаку. Хорошо. Мой фехтовальщик бьет по твоему стражу с плюс 2 это 1 урон и кровотечение. Если больше, есть вот такие короче, жатунчики. Это на улучшение брони. Я не улучшал броню, а ушел так. А, атаку? Хорошо. Я только не знаю, не знаю, атаку. Хорошо. Можно мне еще туда кровотечение? Еще кровотечение? А ты не на 2 раза улучшила? Ну, я же пойму, что это 2. Ну, мало ли. Все, твое, а твоя активация? И он, вон, контратакует тебе 1 единицу. Ти же. У тебя 1 товарищ получает окей. На единицу? А, это страж. Да. Ну, хорошо. Этот фехтовальщик бьет твоего стража. Ух ты! И вешает на него еще одно кровотечение. И, при помощи кровотечения, его бонус атаки усиливается. То есть, сколько у тебя получается? У меня вот этот увеличится 2 раза, или вот этот? Значение быстрого боя, да. А, ну, то есть, у меня 12. 12. А у тебя? Хорошо, у меня 8 брони. То есть, по тебе проходит 4. Окей. Не проходит же по нему. Он же, этот. А, ты все-таки потратил? Да. Все, хорошо. Я не знаю, что вы там высчитываете. Он же этот. У меня еще одно кровотечение. Он же меня еще раз ударил фехтовальщиком. Еще 2 кровотечения, и ты сдохнешь. Почему 2-то? Потому что, 4 кровотечения на него положат, и он сдохнет. Потому что это двойная, усиленная. Ну, 4. Ладно, разберемся. Всего 4 кровотечения. Это двойная усиленная атака. Мой второй фехтовальщик. Бьет моего стража. Бьет моего стража. Усиленно бьет твоего стража. Нанося ему, получается, что? А, у вас взаимное. Кстати, много. Да, 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 да. Также 12 урона. Нет, 14. Я плюс 2 атаки. А, 14 урона. Ты его убил. Молодец. Ты почему меня душишь? Объясни мне. Почему ты такой душный стал внезапно? Потому что ты на меня напал. Он пытается сражаться. Я пытаюсь разнообразить игру, а ты что-то это. Молодец. И ты решил разорвать ее мной. Да? Почему нет? Хорошо, фехтовальщики мои отбили свою отель. Ну, как вы видите, игра очень разнообразная. Можно, например, умереть. От кринжа. Сдохнуть от смерти. Окей. Фехтовальщик бьет твоего стража. Давай. Я, правда, до сих пор не понимаю. У меня по-хорошему сейчас, сколько мне надо? В четыре раза больше урона типа на него нанести, чем у него? Тебе нужно на него положить четыре жетона кровотечения. Две усиленные атаки. Две? Короче, усиленные в четыре раза? Нет, короче, проще. Тебе нужно просто положить количество жетонов кровотечения в два раза увеличивающие, короче, сколько у него бессмертной плоть. У него бессмертной плоть два. Смотри, один жетон кровотечения. Это обычная атака, вторая усиленная. Кидай на меня еще одно кровотечение. То есть еще одну кладешь, еще одно усиленное, и ты его убиваешь. Да, 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 да. Повесил. Словил. Кровотечение? Да, все. Найду. И тебе дырочка. Хорошо. Я использую даже тактику внезапности и перевожу очередь на первую. Ты же. Угу. Угу. Так, у меня следующее активируется лучник. Его нельзя контратаковать, я так понимаю, судя по сапожку. Да. Так, а что? Я стреляю в этого товарища. Хорошо. Ты его убил. Убил я? Да убил, убил. Убил, убил. Да. Хорошо. Мне надо было этих, наверное. Теперь монахов. Наконец-то я пробиваю броню стража. Все, и страж убираю. Угу. Все. А двойная атака, это вот у них, да, была? Ой. Так, двойная атака, это сейчас меня монах отобьет, и она закончится. Да. А, это на всех, я поняла. Да. Монах. Монах делает след... А что он делает? Монах, подожди. Ты можешь излечить своего фехтовальщика, если хочешь. А там все равно, типа, одна атака, один труб. Какая разница? Да. Нет, им еще нужно наложить жетон кровотечения, чтобы усиленно тебя убить. Так они с первого раза тебя не убьют. Я понял, зачем ты. Почему? Я его добиваю. У тебя сколько получается? У тебя 5 плюс 2? Неусиленный 5 плюс 2, это 7. А у меня 7 брони. Это будет долгая дуэль. Я использую жетон нечестивости, призываю зомби. Зомби, 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 вместо своего павшего защитника. У-у-у, дело запахло мертвециной. Ну, чтобы бой скоро закончится, мне нежить нужно. Держи. Переворачивай его. В смысле, блять, ополченец? У меня защитника убили. Да, я переворачиваю его. Так он же стражу убил. Да, но воскрешается... Все равно у мертвей? Да. Окей. Хорошо. В таком случае монах просто не лечит фехтовальщика. Ну, хорошо. И у тебя заканчивается действие. Да. Силенный, Адаль. Я бью... Ты можешь бить кого угодно. Я бью монаха. 7 против 3. А если убьют монаха, то тоже у мертвей воскресенье? Хорошо. Монах умирает. Держи. Так, начинается новый цикл нашего сражения. У меня еще заканчивается. Когда начался новый цикл, ты можешь поменять любых юнитов как угодно. То есть ты можешь из Авангарда, из Рейгарда поменять юнитов как угодно, абсолютно. А я вот не очень понимаю, в каком порядке их нужно ставить, если честно. Забей. Ну, просто щит вперед, баферов назад. Давай я просто тогда... Ты можешь их, например, ополченцам добавить или поменять местами, например, лучников вперед, умертвые, назад. А зачем? Какая разница? У меня нет защитников. В чем разница, если они будут... Да, но ты можешь наложить способный защитник при помощи пяти благочестивости. Да. Это вам первый раз повторялся. А-а-а, ну вот это не себе. Но у меня, к сожалению, нет столько... А, давай мы сделаем тогда так, действительно. Мы сместимся. Вот таким образом. Тогда у меня, получается, первый ход уходит фехтовальщик, я трачу пять благочестивостей, и он становится защитником. Да. Для этого, наверное, что-то надо там повесить. Ну, короче, пусть это будет вот этот щит. А почему вот эти у тебя барьеры, Гарди? Потому что одновременно пять только сражаться будут. А-а-а. И он активируется, бьет его фехтовальщика. Убивает его? А, нет, не убивает. Нет, 7 на 7. Я просто кровотечение вешаю. На кого? Да вот на этого парня. Окей. Пять фехтовальщик бьет твой щит, тоже вешает на него кровотечение. У тебя первый должен сейчас ходить уже. Ты же первый ходил. Я же перевел за тактику. У него полный способ. А, все-все-все-все-все. Так, ладно. Да тут не шибко это важно даже, что я буду делать. У мертвия бьет по твоему окровавленному фехтовальщику и это 10 урона. Да. А он получает от кровотечения еще баф? Да. А что у него течет? Ну все, он умер. Из него кровь течет. А, тьфу, я думала у мертвия кровотечения. У мертвия закончил свой ход. Хорошо. Ну, я втащу в этом фехтовальщику, который на страже стоит. Соответственно, ты его убиваешь. Ты сколько урона носишь? Удвоенный 12. 12. У меня получается 7 брони и у него 4 хп. Да, он умирает. Пожалуйста. Так у тебя же помер монах. Да. И что у тебя плюс 2 брони было? Это не брони, это типа я защитника поставлю. Фехтовальщик бьет твоего фехтовальщика. Повар спрашивает, накладывает на него кровотечение. Ух, что же будет дальше? Я втащил лучнику. Хорошо. На 1 урон и кровотечение повешу. Окей. А если ты не лучник, ты можешь бить только в первого, да? Нет. Можно бить кого угодно. Если, например... Стой, стой, стой. Мы с тобой два тупорезика. Почему? Вот хп-то. Ну, я по хп считаю. Нет, ты почему считал? Вот хп. Где хп? А я по нижнему считал. Почему тогда у меня с двух одномундовых тычек я падал? Я не понимаю. Нет, смотри. Это значение быстрого боя. А это жизни. Я понимаю, понимаю. Это другое. Ну ладно. Я все нормально считал. Ты бьешь на него лучник. Да. Так, и там жетун. То есть шесть, это семь урона. На нем дырка и кровотечение. Лучник... Смотри, в данном случае... Сейчас он расскажет, о чем прикол, который я не знал. В данном случае у них нет защитника. Поэтому они могут атаковать кого угодно. Защитники выглядят. Погоди, а стражи... А ты же мне контратаковать еще должен? За способностью защиты. У тебя проходит по мне контратак? У меня четвертый. Четвертый атак. А это кому-то дает защитника? У этого нулевая, а у этого четвертая. Как интересно. Так это девять против семи получается. А ты же по нему не бил еще. Ну это как бы хуй с ним. А, кстати, да. Спасибо, что напомнил. Когда у меня бьют бойцов дальнего боя, у меня есть атака 2. Ну там она, видимо, ничего не пробила. Ничего не происходит. Она же в броню не сбивает. Не пробивает. Я убил того фехтовальщика из лучника. Как, как, как? Подожди, у тебя есть контратака и ты... О чем ты, Алина? У него просто есть способность в том, что бойцы дальнего боя могут контратаковать. Могут контратаковать. Ну хорошо. Мой последний фехтовальщик. Давай. Пыряет тебя. И убивает лучника. Хорошо. Ебать какая. Вот это грант. Линия... Чего? Линия муженок это сказать. Смотри, у тебя цикл закончился и ты можешь, например, из Оригарда в Вангард перевести и поменять местами. Так... Этих-то будешь выводить? А что там получается? Этот меня не убьет же заодно активацию. Не убьет. А мы постоянно по очереди ходим даже в конце цикла? Да. Нет, я не буду выводить Оригарда. Бью тебя и вешаю кровотечение. Я тебе контратакую. Есть. 9 против 7. 2 урона тебе. Хорошо. Пунг. 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 Омегаттабл. Вызывайте ментов. Твоя активация. Еще один урон мне наносишь. Или по кому-то бьешь? Да, я бью фехтовальщиком по твоему фехтовальщику. Хорошо. И один урон. Я добиваю этого фехтовальщика чем-нибудь. А как ты меня, интересно, добиваешь? У тебя 5 рейтинг атаки сейчас. А, я этим парнем сейчас бью. Да. Ой, как неловко. Ну хорошо. Что там происходит-то получается? Ничего. А, 8. 8 против 7. Ладно. Убил. Почти сработало. Заканчивается сражение, судя по всему, наше. Ну что? Какие еще? Погоди. Сколько у тебя юнитов было? У меня было 5. 5 юнитов. И кто они? Фехтовальщики и защитник. А, подожди. Почему? 4 юнита. Да, у меня было 4 юнита. У тебя было 4 фехтовальщика и 1 защитник. У меня было 3 фехтовальщика и 1 стражник. Ты получаешь 200 опыта за каждого убитого этого юнита. Вот видишь. То есть я получаю 800. Видишь, как здорово. Да. Ты получаешь. Юниты. Фехтовальщик это вторая категория? Третья? Да, третья. Это третья. А страж это? Тоже третий. Тоже третий. Ну то есть 800. Окей. И что-то я могу залутать этого мерзавца, написать ему в рот что-нибудь такое. А у тебя точно не 4 фехтовальщика было? А я более чем уверен, что у тебя 4 фехтовальщика было. А потому что вот еще один. Да, у меня было 4. Я получаю 1000 опыта. То есть ты второго уровня теперь? А, балл. На третьего уровня. А, нет. Да. Ты тратишь 900, чтобы стать соткой. У тебя сотка должна остаться у опыта, судя по всему. Я получил 1000 и перешел на третий уровень. Нет, у тебя 1000. Ты переходишь на второй уровень и сотка у тебя остается. А, их типа тратить надо? Да. Все, я понял. Пуньк. 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 Так, мне нужно вернуть свои отряды. Тогда получается это уходит сюда. Это была жесткая битва. Страшная. Тупо жестко. Тупо бесполезное сражение. Я не понимаю, для чего ты это сделал. А, ну так-то у тебя у мертвые должно еще уйти на секунду? Не должно. Оно остается. Ну с чего оба вдруг? У мертвые остаются. Я же спросил специально, у мертвые у остаются? Мне говорят, да, остаются. Я просто не понимаю, почему ты так завелся. Ты напал на него. Я просто не понимаю, для чего ты на меня напал. Вот с какой целью. Ну что ж, очередь ко мне переходит? Да. Твой квест. Я получаю квест пока что. Это квест первого уровня. Да. Там зелененький. Ну давайте посмотрим, 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 посмотрим. Оп, выберем. Специально для тебя. Опа. Логово животных. Жители поселения голодают. От пастуха вы узнаете, что какие-то звери пробираются в хранилище, где находятся запасы еды. И ничего не оставляют крестьянам. Если так дальше будет продолжаться, крестьяне умрут от голода. Уйти или помочь? Конечно же. Я, как граф милосердный, предпочитаю уйти. Нет, не уйти. Я хочу помочь людям. Вы решаете помочь? Хотя подожди. Нет. Я в любом случае кладу жетон влияния. Я же могу сказать, нет. Ну как я могу жителей доставить своих? Буду помогать. Вы решаете помочь крестьянам. Да. Ведь без вас они оторвутся от земли не потому, что вы стремятся к чему-то возвышему, а потому что их просто снесет ветром. Направляйтесь в ближайший лес. Так. Хорошо. Может быть как-то поудобнее сделать так вот, чтобы и рыбку съесть и все вместе. А можно два сражения вместе провести? Вот я могу вот сюда в лес поставить, например, вот сюда. Вот сюда. Вот сюда поставить. Могу? И потом два сражения одновременно провести. Да и тогда уже написано ближайший лес. Да, ближайший. Ты выбираешь, что является для тебя ближайшим лесом. То есть она… Ну я любой же могу выбрать. В следующий раз и там и сям. Ну можно и так. Вот. А если я сюда встану, я обязана буду сражаться, да? Да. Мммм… Нет, карточками у меня уже этой нету. Давайте сначала разберемся с первым квестом, я думаю, как бы вот… Пусть вот… Вот тут поставить, наверное. Так, ну и туда тоже на двоечку поставить? Да. И карточку мне, пожалуйста, карточку. Вот она. Сейчас квестов понаберу? Ну как в жизни? Угу. В игре так же вот набираешь эти квесты и не выполняешь. И потом у тебя все, заполняется журнал заданий. Хорошо. А я тоже стою тут, получается, на локации первого уровня. Я могу просто отказаться. Да. Просто отказаться. Квест? И получить жетон влияния. Ну зачем я это делаю? Ты сама сказала, что ты граф милосердник. Так-то. На секунду. Жесть какая-то. Упадок и разрушения. Вы проезжаете по деревне, которая выглядит не лучшим образом. Все дома погнили, покосились. На улицах полно отходов и дохлых животных. Староста села и не усоп. И заплакала. Просит вас помочь деревне деньгами. Отказался ли помочь? Сколько там денег нужно потратить? Я могу это читать? Ну да, вообще просто по-хорошему, тут просто дизайнеры немного. А, ну хорошо, ну 50 золотых. У меня нет денег. Пускай там и остается такой упадок и разрушение. Вы считаете плохой идеей дать крупную сумму крестьянам для восстановления деревни? Скорее всего, они потратят эти деньги попусту. Неплохо, неплохо. А я получу чуть-чуть в свойниках. Жители деревни не очень-то и надеялись, что отыщется такой благодетель, который согласился бы пожертвовать крупную сумму для деревни. Обидели. Обыдно. А я туда могу приходить. Да, ты можешь, хочешь, можешь прийти и тоже там попытаться взять квест. Хорошо. Так, у нас заканчивается фаза квестов и сражений. Да. И новый ход, судя по всему. Да. Ну, понеслась, родимые. Итак, у нас один положительный бонус и один отрицательный бонус. Это растущая луна. Ой. Хе-хе-хе-хе. Можно и отрицательный, Кирилл? Не, ну ладно, можно. Нет, давай я буду отрицательный, потому что я злодей. А я положительный. Два отрицательные, четыре положительные. Четыре положительные. Вот. Минус 25 золота, дерево и камни на строительство любого. А, любого здания. Круто. И еще отрицательный бонус два. Крепость не приносит еды в начале хода. Ну, не беда. Будем без еды. Тут типа есть некому стола. И у нас события сейчас будут разворачиваться. События. Угу. You first? Нет, ты мне читай, потому что мой первый ход. Мой первый ход сейчас. У Даня ходил. А, да? Потому что ты ходил. Голод в монастыре. В монастыре сгорел амбар с зерном. Теперь монахи едят даже меньше, чем в Великий пост. Их понурый вид говорит о том, что им нужна помощь. Поделиться едой или не делиться едой? Не делиться едой. Вы советуете монахам больше не гневать Перуна. В их глазах гаснет последняя надежда, будто улетающая его деревянная ракета. Тут такого не написано. Теперь свежки будут стоить еще дороже. До конца хода все присты стоят, все видимо монахи стоят на 5 золотых бочек. Все бойцы поддержки будут стоить на 5 золотых бочек. Для всех? Да. Минус 5 благочестивости, плюс 10. Благочестивости у меня нет, а десяточку скверные я возьму. Ну и ладно. Так. Окей. Граф. Знаменитый архитектор. В королевство приехал знаменитый архитектор. Вам стало известно, что он будет приезжать через ваше владение. Вы можете… чего? Только не говорите, что надо тратить денег. Ты можешь либо оплатить его услуги, чтобы он тебе что-нибудь классное построил, либо устроить пир в его честь. А сколько оплатить услуги? Ну, нормально так. У меня столько нету, да? Я не знаю сколько. Нет, столько нету. У тебя столько нету. А пир тоже платный? Пир не платный. Угу. Блин. У тебя как будто только один вариант стоит. Ну это получается, да, устраиваем пир в его честь. Ты устраиваешь пир в его честь. Собственно говоря, люди понимают, как хорошо относятся к профессионалам в этом королевстве. Теперь у них будет мотивация служить вам еще лучше. Ты получаешь плюс один к своему лидерству. Ну наконец-то. Ты получаешь пять благочестия и ты тратишь пять еды. Угу. Ни хрена себе. Что же не предупреждали-то? Вот так пирушка. Угу. Так, пять благочестия. Сейчас возьму. Угу. Пять благочестия и трачу пять еды, да? Угу. Ну нормально, все равно хватит всех прокормить. Хорошо иметь две деревни. Так, и еще да, и да, отлично. Пир прошел на славу. Турнир лучников. Ваши люди устали, постоянно нахмурены и грустны. Как реклама, сначала рекламу. Нужно что-то придумать, чтобы улучшить их настроение и вернуть в боевой дух. Покупайте хорошие таблетки. Нет, кто-то предлагает провести турнир лучников. Хочешь провести турнир или не хочешь? Что-то у нас вообще сейчас ни у кого денег нет. Нет, я не могу провести турнир. Не провожу. А, не проводишь турнир. Люди делают работу все неохотнее, еще немного и нужно будет обращаться к специалистам. Но у меня, как видишь, специалистов будет очень много, поэтому можешь обратиться ко мне. Получи минус одно лидерство и пять нечестивости. Это первый мой грех за сегодня. Вообще-то полезная штука. Думаю я. Можно быть хорошим, но... Так, ну и что же она в пустыню принесет? И... Тайная комната. Ваши люди нашли в крепости комнату, которую раньше никто не замечал. Проход в комнату заколочен. Рядом написано предупреждение на непонятном языке. Яриба. Замаровать комнату или обыскать комнату? Яриба. Ну... Мой дед любил оставлять, так скажем, секретные заначки, так что почему бы не по то, что своему любопытству. Я хочу вскрыть дверь. В комнате вы находите труп с необычным предметом в руках. Рядом лежит его дневник. Там написано, что не нужно было есть этих микрофифа... микрохиороптера. Ты получаешь 100 золота. Я могу себе позволить нападать на других. Так, так же ты получаешь один трофей. Охуительно, а у меня монахи подорожали. Круто. О, это же древний кубок! И... Кого стоит? И что? На твой главный отряд кладется жетон болезни. Оуу! Упс! Это не страшно. А как стоит твой кубок? 70. Тоже 70? Так что не шибко-то. Так, а что за болезнь у нас? Приятно. У него минус один к атаке у всех зараженных юнитов. Это только номер. Да и ладно. А как мы лечим болезни? Так, насчет болезни. Болезнь будет развиваться с каждым ходом. Угу. То есть, в начале этого хода... То есть, каждую фазу? Каждую фазу действий у тебя будет усиливаться болезнь. Угу. То есть, сейчас у тебя первая степень болезни. Угу. Сейчас начнется фаза действий и будет вторая фаза. Вторая степень. Потом фаза квестов и сражений будет третья. Нет, нет. Только фазу действий только. Только фазу действий. Угу. И вот. Как можно лечить болезнь? Она у тебя будет развиваться и у тебя там будут юниты умирать. Во-первых, это кстати можно использовать, если зараженный отряд соприкоснется с другим отрядом, то на тот отряд тоже кладется болезнь. Так что можно воспользоваться такой тактикой. Это если ты хочешь. Лечить болезнь можно несколькими способами. Можно посетить лазареты. Это вот эта локация и… О, как удобно. Вот эта локация. Зараженный отряд сразу исцеляется. Какая локация еще? Вот эта и вот эта. Ага. Так. Дальше можно потратить ход, то есть передвижение. Если у тебя в отряде есть бойцы поддержки, то есть там священники, монахи и прочее, ты можешь снять один жетон болезни. То есть в данном случае у тебя будет первая степень. Хорошо. Ну а тебе нужны бойцы поддержки. Не понял. Почему у меня умертые здесь? Кто подложил? Ну кто подкинул? Да кто просто верх ногами положил. Так, ладно. Хорошо. Понятно. В принципе, мне там уже плохо. Ну что ж, тогда давайте раздавать карты. Да, да, да. Так. Вам одну торговлю. Да. Так, лидерство твое один. А, две торговли. А, две торговли. А вам… Так, у тебя лидерство два. Так, спасибо. Так, тебе лидерство один, да? Да, мне лидерство один. У меня упало лидерство. Нет. Так, это торговля. Так, стратегия. Кому сколько? Мне не спать. Мне одну. Так, новый герой. Мне одну. Давай сразу обратно. Окей. Ну хорошо, неплохо, здорово. Ну нет. Мне три карточки лидерства, оказывается, надо было. У меня повысилось. Так, получается, я же помню. А, тоже не могу выполнять. Ну и ладно. А кроме вот того, что когда ты храм оскверняешь, ты кроме нечестивости ничего не получаешь за это, да? Ну три храма и ты демон. Да. Три храма, три алтаря разоряешь и ты становишься демоном. Так, ну что ж, мы переходим к фазе кормежки. Да. Пад ресурсов. У меня целых четыре юнита. Я оставила себе предыдущую как бы карточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Какие у нас дебафы? Мы не получаем еды с крепости. Да, мы не получаем еды с крепости и на 25 всех ресурсов здание стоит меньше. Это бонус. Так, у меня. О, у меня плюс 15 еды. Витчи, семь. У меня десять ребят. Витчи, знайс. Десять. И я плюс. У меня семь. А что, а где все большие-то булки? Так, ну я сразу начинаю набирать еды новые. Крестьяне у меня уходят. Там есть большие? А, вот десятка вижу. Я тоже ее доставала. Так, еда мне готова. Так, у меня плюс 15. Ой, 75 золота. Если кто-то испытывает проблем с едой, конечно, я мог бы оказать услуги. Спасибо, не надо. 75 золота, 75 камня. Подожди, а мы можем между собой вообще торговать? Да. Без строений специализированных? Между собой торговля не предусмотрена таким образом. То есть, прямой торговли у вас между собой нет. Да. Ага. Сейчас можно использовать различные способности, чтобы навредить оппоненту. Как, например, в лидерстве есть способность, позволяющая закрывать любую локацию жетоном закрытия локации другого игрока. То есть, соответственно, он там не сможет воспользоваться этой локацией. Можно, например, в торговле есть способность, позволяющая не получать ресурсы оппоненту. И таким образом можно манипулировать игроками. То есть, если, например, у Вити были бы какие-нибудь карты трофеев, которые позволяли бы напугать тебя, и он бы сказал такой, если ты ко мне подойдешь, я использую это, то ты мог бы решить не идти и не терять свой отряд. Так, а если у моего главного отряда не останется юнитов? Он возвращается в хаб. Да, если у твоего главного отряда нет юнитов, они все потерянные или мертвы, он перемещается в стартовую локацию. В свою стартовую локацию. А как я могу уничтожить чужие здания? Ты должен встать на здание противника. И напасть на него. Все? А, все, я переверну. Нет, и там сражение. Сражение. У них есть гарнизоны. Где-то это было. Где-то там. Да, там на карточках. Ну, типа гарнизон 2. Да. Ну, типа пришел в деревню, вот тут гарнизон 1. Типа автобоем это решить? Да, можно и автобоем, на самом деле, это решить. Ну, надо просто сейчас крестьян набрать и пойти. Да, отстань ты. Три. 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 И еще камень. Три. Так, объясними пожалуйста, как можно золото на золото поменять? Золото на золото? Нет. Золото на золото? Золото на золото? дерево золото и камень обмениваются между собой по курсу 12 к одному то есть ты тратишь 50 золота например получаешь 25 камня можно также ресурс обменивать на еду то есть ты тратишь 50 ресурсов получаешь 2 еды и также можно еду на ресурс обменивать ты тратишь 2 еды получаешь 25 золота вижу так ну что я тогда начну потихонечку двигаться и это у нас будет 1 2 3 4 5 6 секунду у меня достроились поля у меня пипка выпала так и запись я осквернею очередной храм получаю свои нищтяки это первое наше действие дальше этот наш прекрасный товарищ раз два три четыре приходит сюда приходит сюда пока что стоит там там сейчас мы наймем дальше на здесь мы создаем новый отряд из двух бесплатных крестьян которых я получаю с ферму извините я тупой нет я не тупой я такой я создаю новый отряд соответственно из наших прекрасных крестьян отойдем им куда-нибудь да вот сюда хотя бы и начнем строить ратушу сейчас у нас все постройки на 25 золота меньше я так понимаю да все верно поэтому я трачу 150 монеточек ратуша так и теперь этот парень который пришел сюда у меня остается еще 20 30 40 золотых так так и давай мы немножко наймем пацанов чисто ополтенцев не стража 1 и верну просто десяточку на этом мои действия пожалуй закончится хорошо алина я хочу получить еще одного крестьянина у меня вообще в целом 2 получаем у тебя два села 2 крестьянина 2 деревни и 2 крестьянина и так я хочу продать серебряный кувшин за 70 золота у меня это мы тоже обменяем а мы в любой точке можно обменивать если есть ратуш можно обменивать бандролики бандролики видимо отправили золотишко что ж я хочу построить зал доблести хорошо а для этого мне понадобится золотом сейчас чуть подождем сколько камней 325 камня 325 камня так как у нас все на 25 дешевле да мы я плачу 300 камушков 275 дерево и 3 крестьянина подожди пожалуйста 25 4 крестьянина 4 крестьянина сейчас дойдут теперь 3 крестьянина 3 крестьянина а так я лишнего парня брала он же бесплатный так мне его кормить надо, зачем он мне нужен отдели его и построим что нибудь если деньги останутся подумай может я вообще его брать не буду мне нужно 325 золота верно да сейчас начнутся танцы с губном так у меня есть 250 то есть вот так вот так это получается по 25 50 золота да да и получается еще вот так это у меня получается 325 золота верно? да все это сюда это сюда это сюда и соответственно вот это мы выплачиваем 75 золота я набралась в обмен на ресурсы так 50 100 и соответственно 3 крестьянина они у меня в отряде в первом по-моему да они в первом отряде идут у меня можно мне пожалуйста так как во-первых выглядит зал доблести зал доблести вот так нашла со стрелочкой бухлишка и стрелочка бухлишка вот я его строю значит бухенвальд а зачем мне же понадобится 1 2 3 1 2 3 4 не думай ко мне идти да он ко мне идти нет он думает ко мне идти ну ты не дойдешь у меня 7 хорошо я ни до кого не дойду я вообще в эту игру не играю зал меня здесь нет доблести значит эти ребята сосредоточиться здесь и мне пожалуйста карточку ну так как денег у меня и ресурсов не 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 я не не будешь не против если я в твой монастырь наведаюсь подожди я хочу я не против но только если сначала зайду туда возьму ресурсы а потом можешь наведаться если хочешь хорошо а то есть ты прям вот так возьмешь и позволишь ему взять победу почему ну потому что для того чтобы победить надо сжечь 3 храма стать демоном призвать повелителя этого самого и все а ему остался один храм между прочим но ну он пока дойдет туда пока это два хода это два хода дайте так что все огромное только 2 просто просто потрясающие этот вообще реально получить это получать чтобы получить жетон влияние нужно 10 квестов сделать Разное количество квестов дает тебе разное количество жетонов влияния То есть локации первого уровня могут давать 1-2 жетонов влияния Локации второго уровня 2-3 жетона А это там написано, да, сколько жетонов влияния? Да, там написано Хорошо, тогда дальше Этот отряд у меня идет сюда Выполнять квест И, значит, раз, два, три, четыре, пять Это как поддержка саппортная идет Хорошо Так Все? Все, твои пока что действия, все Так, что же мне построить? Так, для начала я попробую попытать счастье в другой деревне Вдруг там получится хороший квестик взять А может быть такой квест без сражений? Да, может быть такой квест без сражений То есть я не зря хожу Так, еще я нанимаю... Я нанимаю себе бесплатно одного крестьянина А, подожди, можно я вот не так похожу, а вот так? Что, я где стояла? Вот тут, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть А, не хватает дойти Да, не хватает Так, я нанимаю бесплатно себе одного крестьянина из деревни Так А эти не вылезут ко мне, что я рядом с ними стою? Нет А давай посмотрим, может они там? Нет Нет, вроде нет Так И... Нет, я даже двух крестьян Какие-то сплетения начинаются Вот эти вот все Ну я подумала, зачем мне все эти казармы, если могу сразу зал добрости построить и сразу покупать там чуваков Так он... Так зал добрости позволяет тебе возможность улучшать? Нет, и покупать Доступ к улучшению бойцов А покупка? Чего покупка? Вот, можно покупать Нет, ты можешь их купить, но если у тебя, например, будет казарма, ты их можешь сразу покупать Так, я же тебя спрашивала Ну ты не и купил Я могу, минуя все это, построить и покупать эти Просто смотри, для того, чтобы тебе нанимать арбалетчика, тебе нужно стрельбище А для того, чтобы, допустим, нанимать рыцаря, тебе нужна казарма Я спрашивала, нужно ли все это строить или нет То есть, например, тебе не нужна кузница, чтобы нанимать вот эти промежуточные Но тебе нужно такое основное здание, чтобы сделать... Понятно Чтобы нанять себе более крутых Ну казарма, насколько я знаю, недорогая, так что ты сможешь ее построить, в принципе, прижелаю Да, или можно стрельбище построить На следующий ход сможешь ее построить, она 200 золок всего стоит Как раз я стрельбище собираюсь строить или нет Где-то, ну, можно обхитрить систему, построить сразу зал доблести и сразу брать оттуда, ребята Ну, технически ты обхитряешь ее на 30%, потому что тебе не нужна кузница То есть, ты минул я вот этих парней А если тебе нужен священник, а, ну, все, понятно Ну, а если тебе нужен священник, то мой храм Нет Вот храм строить А я себе... А чтобы сделать боевое священник, ложать? Жильбище А мне не нужно, я могу сразу получать скупить тогда Чтобы нанимать паладина Ну, наверное, но я думаю, они чем-то отличаются Я же правильно понимаю, что если я построю храм, то я смогу сразу нанимать паладина Да, да Прекрасно На минуточку Так, у тебя там что происходит? Так, я хочу себе построить стрельбище, мне нужно 100 золота потратить Ага 150 дерева Отсюда Ук Так, 75 камня Так, вот, это они вот здесь Дальше я хочу, так... Мне кажется, у меня что-то пошло не так В моей игре В моей игре Я получаю... А я обмениваю 25... 50 дерева на 25 золотом Угу Так, у меня 50 получается И... А, давай еще 100 дерева обмениваю на 50 золотом Угу А я могу сразу, вот, если я построю храм Улучшать, вот, например, монаха Да, сразу до паладина Да, можешь Ты его технически, потому что не улучшаешь, ты его просто нанимаешь Он уже будет паладином Нет, ну вот у меня есть монах Ну? У меня нет храма Но есть зал доблести Так Так Я могу его улучшить Нет, ну вообще, в таком случае, ты его улучшаешь до следующей ветки Ты его улучшаешь до священника А для этого мне нужен храм Да Угу И кузница Кузница, это если ты хочешь до боевого священника Если ты хочешь, чтобы у тебя этот отряд именно улучшился А так ты можешь просто потом соединить Ну, с учетом финансовых затрат, как бы проще и выкинуть монаха и нанять паладину Ну, не выкинуть, а убить Ну, грубо говоря Я, видимо, так и буду поступать, потому что мне эти начальные не нужны Так, и я, получается, нанимаю Распадки Храм строить Так, мне десяточку Чего? Десяточка золота Удача Я трачу 90 золота Чтобы нанять Двух фехтовальщиков И одного стража Это у меня будет Мне кажется, или в одном государстве начинает нарастать этот У меня там все наемники, между прочим У меня даже ни казармы, ни храмы нет Так, это второй отряд Второй отряд Вот он Вот он вот здесь Ну, давай, вот Вот тут он будет ему помогать Все Хорошо Ваш ход Именно Раз Два Три Четыре Пять Шесть Типа я в нем остановился Так сказать, принять лечебных ванн Да Ты сразу сбрасываешь Это ты к кому? Он к тебе пришел? Угу Нет, это кто? Это все мои А, я думала, Даня пошел А, я думала, Даня пошел Че я-то вдруг Я вообще не Я не агрессор Я не агрессор Понимаете? Я думала, ты опять варвар отыгрываешь И Пум Кажется, время пришло В гости отправиться Ждет меня старинный друг Также я хочу взять себе одного бесплатного крестьянина И Так, вот у меня есть крестьяшка Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть А через юнитов можно ходить? Через своих можно А через чужих нет Так Через чужих нет И хочу что-нибудь построить, наверное Потому что они такие классные Интересные Ну, сходи и возьми с меня налоги Не знаю Хорошо Еще один казарм А с другой стороны, зачем? Типа взять тебе Взять количеством Не качеством Так Строй больше деревень Больше деревень Ты даже Ты даже не заметишь Как мигранты заполняют всю эту страну Если ты казарм Через одного крестьянина будешь строить У меня есть волшебная карта Будешь счастливым Так С другой стороны, можно кузницу поставить Ну и ты придешь ее брить А крестьянина можно проапгрейдить до ополченцев А вот, кстати Я построю кузницу, но все равно нанимать буду в казарме Или нанимать буду в кузнице? Нет, нанимается все равно это в казарме Кузница, она позволяет тебе улучшать А, хорошо, хорошо Ну, тогда я, наверное, не буду далеко отходить Я вот тут встану И попробую ее построить Так, главный вопрос, сколько золота она требует? Она требует 200 золота Блин Жаба меня душит Нет, не очень хочу Тогда я просто похожу этим крестьянином Останусь Вот О! Я придумал Раз Два Три Четыре Пять Шесть Останусь пока вот здесь Так Мне точно не нужна кузница, чтобы я могла этих Тогда я хочу нанять Уверен Нанять Пацану Но ты, конечно, улучшить не сможешь сразу же Потому что монах улучшается до освещения, а освещение улучшается до боевого освещения У меня не нужна Так, я хочу одного стража, двух мехновальщиков У меня нет, нет, есть А, есть, хорошо Так, это получается... А с другой стороны, а что? Давай на всех гулять так гулять А? Куда он попер? Самой бывать, как обычно Ты уверен? Он же мой лучший друг Мне кажется, что он не к тебе идет Так А куда? Смотри тут Маленький проходит Короче, я тратил 150 золотых и покупаю полностью укачанный отряд из двух стражей и трех фехтовальщиков Зачем? Спросите вы меня Я отвечу Вы знаете, что такое безумие? Так Мне, пожалуйста, одного стража дайте Страж Так Нужно... Нет Давайте все-таки Вот четыре фехтовальщика и один страж Все Так, кстати, будем действовать быстро Страж отмена Раз Два И ты собираешься сражаться? Ну да Короче, я не буду это отыгрывать Это дрочь фехтовальщиками Сколько Насколько я умер Молодец Так Это был вот этот мой отряд Смотри Нет Подожди, у меня там еще казарма второго уровня Она еще сопротивляется Сейчас дойдем до этого Это будет фаза квестов и сражений А, да, точно Так Ну Я потратил 150 Получается на пять бойцов У меня остается 10 За десятку Мало чего можно сделать Можно двух крестьян взять А кто сейчас первый будет драться? Витя или Даня? Он на меня напал Да Ну Ход твой И Сюда Еще двух крестьян возьмем Так Ты первый будешь ходить Хорошо Вот Сюда Возьмем Получается двух Как это работает? Это двойка Двоечка вот здесь Отлично Так что Запаслись Всем чем нужно Еды у нас В принципе Должно охотить Чтобы такую Небольшую ораву прокормить Так что все хорошо Все У нас конец Наших действий Поэтому сейчас переходим К Сражениям И квестам Да Я первый ходил Поэтому начинается наше сражение Играем быстрый бой Да Сражение можно проводить так же И быстрым боем Как в этом Как в тотал воре Ну да Ну просто чтобы во-первых Показать механику А во-вторых я не хочу это делать сейчас Смотри Какое у тебя общее значение Быстрого боя у твоих бойцов? У всех вместе? Да Одиннадцать Так Одиннадцать Ну у меня Двадцать Ну у меня еще есть казарма Которая дает мне Аж два Нет Это не Крутое строение второго уровня Что? Это не Это уровень здания В данном случае Хорошо И она у нее ничего не дает Она у нее не дает Ты нападаешь еще на казарму? Она нападает на казарму В которой я стою То есть это тоже добавляется Да А ну так ты победил Тогда А какие там юниты Скажи пожалуйста Потому что Тогда нет смысла играть Быстрый бой Тогда тебе было выгоднее играть Общий бой Или я выбираю? Мы тебе много вопросов задаем Я знаю Я про другое то что Там нет никаких главных отрядов Если в сражении Не принимают участие Главные отряды Ага То происходит в любом случае Быстрый бой А в любом случае? Хорошо Если бы например Это был главный отряд Аааа Я тоже не узнал За что извините Итак Я вот нападаю Допустим на место Он стоит в кузнице Хочу узнать Как это все происходит Да На казарму На казарму Итак смотри Каждое здание Имеет Как я и говорил Свой уровень Уровень казармы это Uno dos Это второй уровень То есть Ты будешь сражаться С гарнизона 2 уровня так и с его бойцами и с его бойцами так да но в данном случае он может как участвовать как и вместе как я как я сада так и просто на вы можете сродиться с друг другом то есть не беря в расчет здания то есть он выбирает участвует ли здание сражение или не участвует здание сражения а есть какой-то смысл допустим выбирать чтобы она не участвовала до чтобы ты знал что этот противник да что этот противник просто может с легкостью разрушить здание потому что например у него есть катапульта а да логично 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 ну ладно а мы получается полностью бой отыгрываем и тут срабатывает так называемый быстрый бой но мы проиграли как быстрый бой потому что здесь нет главного отряда не у тебя я правильно понимаю да когда нет главного отряда у нас срабатывает быстрый бой так и как это должно работать то есть мы получать складываем в сумму эти показатели и да и сравним видите получается складывает и казарму и свои юнида но у казармы 50 а любой а я очень быстро они просто бежали от меня в страхе успели забежать ворота засесть за больницу и обстрелять меня просто в щит то есть у тебя из лазеров да у тебя абсолютно все погибают да а у тебя сколько было ты говорил я был 25 25 твои юнит тоже начинает умирать почему почему от счастья это как бы потери то есть он полностью проиграл а твои частичные потери ну хорошо как я вычисляю частичные потери смотри у него 25 у тебя сколько сумме вместе со зданием да вместе со зданием у тебя получается 67 171 в данном случае у тебя погибают все потому что гарнизон не учитывается при быстром бою то есть но в смысле он не учитывается при потере быстрого боя то есть по сути их не существует этих юнитов не существует существует твои вот эти юниты и они соответственно погибают хорошо а если мы встретились в чистом поле без казармы то соответственно да не получается по игру а у тебя было 25 и ты начинаешь 11 ты начинаешь к отнимать 11 тебя на сумму моей армии должны быть себя начинает умирать самые слабые юниты и ты выбрасываешь это значение то есть у тебя у меня вот две пятерки бы точно ушли до две пятерки ушли и все остальные все юниты остались ну хитро 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 так в одном случае у тебя просто погибло будет два юнита у него все юниты погибли мне кажется сейчас мое лицо прекрасно отображается происходящее в целом как бы понятная механика как раз если она почему гарнизон то не участвует войне гарнизона потому что смотри вот как раз таки у него сумма там 50 там 61 и у меня сила 25 61 минус 20 и он должен выяснить у себя 25 я не могу я не могу нанести урон казарме просто вот в чем проблема казарма она не учитывается потому что этих юнитов нет я понимаю я не могу понять что несуществующие юниты из казармы взять и убить да они как бы присутствуют только когда на них нападают то есть это такие дополнительные юниты которые защищают здание но так по сути их не существует зато теперь точно знаешь что я не буду нападать на твою казарму я ничего не поняла но да ладно вот и все в события ну что ж у нас начинается твоя фаза квеста и видимо в риме не я вхожу в взрослую жизнь и начинаю сражение какой-то там крест выполнишь первое тогда надо перевернуть и зачитать на месте битвы вы видите что некоторые трупы уже подверглись действия мародеров на вас нападают два разбойника и два животных так давайте посмотрим тоже давай сначала разбойников ну мне здесь присутствует вторая команда и и главный отряд да и главный отряд поэтому я выбираю обычный бой потому что я что-то покумекала и подумала что не хочу терять много ребят у меня здесь есть наемники мои вот тебе достается карманник и безумный монах сейчас я вот подумаем как кого лучше нифига у монаха там семь жизней одна броня жесткий жесткий плюс пять нифига бьет но твой противник еще и лечится но у него нет контратаки первым вы говорите там еще направо да и кабан а а какая у них очередность ты сама вы распределяешь у них разбойников но сначала кинь кубик один я первую стали так то есть за разбойника всегда кто-то из игроков отыгрывает до за мобов всегда кто-то из игроков отыгрывает у нас конечно не быстрый бой соответственно да так я сделаю так слева направо да мы выставляем ну кто как тебе удобнее считать а ну тогда я наверно вот отсюда начну как даже 5 можешь ставить да сейчас я как раз поменяю все поставлю вы говорите что нужно поддержку ставить назад до защитников стоять вперед защитник ну ты можешь например я хочу взять наверное ополченца и сделать потратить 5 благочестия потратить на него защитником сделать его также можно да там где-то у нас значок защитника этого это это будет защита до поставки будем знать что это защитник вот у нас получение своим защитником то есть кроме него ты никого не сможешь атаковать правильно я понимаю пока он жив да какие здесь у нас есть свойства я вижу что здесь тоже есть вот этот мечик меч это у нас рвение это этот юнит или мог атакует перед боем то есть в данном случае мы атакуем в порядке очередь то есть сначала карманник а потом твой ассасин так смотрите алиночки разобраться еще раз кое-что скажу про карманник у карманика есть способность побег если противников два раза или более больше чем союзников то он сбегает и сбора я поняла что значит вот это вот безумный монах вот у него какое-то свойство есть я вижу это благословение он может наложить на кого-нибудь плюс один броне или плюс один к атаке то есть первый ходит вот хищный ящер да нет я просто решил а также к банда 1 у нас ходит и у меня первым атакует ассасин ну да нет потом меня после карманика для карманник сначала елки-палки я просто посчитала у него получается а нет у него если я его убил буду бить у него будет 7 до до карманник у меня побьет на 11 на 11 карманник атакует может атаковать только ополченцев который у которой защитник 38 он мертв твой ополченец мертв я просто вот тут не понимаю как правильно расставить их вот скажите мне ну смотри берсеркера наверное надо поставить потому что по нему у него очень много хп я же правильно понимаю это неважно здесь стоит и вот то что ты здесь расставляешь важно только то что ставишь ты защитника вперед и все то что стоит вечеринка просто очередность вот мне нужно выбрать эту очередность да то есть только кто хочет чтобы ходил раньше вставляешь вперед тот кто позже и восточную за это не знаю когда поставить твой ассасин в любом случае сейчас атакует перед боем ты можешь выбрать кого атаковать можешь любого выбрать у ассасина у нас 11 11 а яд что дает яд накладывает жетон яда и модификатор атаки не прибавляется ну то есть когда когда этот юнит будет атаковать на котором жетон яда он будет атаковать теперь с модификаторой атаки без вот этого да а интересно как ну что ж тогда получается ассасин первым ответным есть на тоже вне боя наверное будет пытаться убить безумного монаха тем самым мы срежем ему положим на него я и срежем у него модификатор боя верно да так у меня получается 11 у тебя получается 7 то есть 4 я тебе с нашу хп 4 сна и у него нет контратаки вич из найс так где-то и на него до накладывается жетон и она где может нюнчик вот он хорошо так а сейчас начиная с кого получается ходят разбойник доходит безумный монах безумный монах накладывает плюс один к атаке на кабана а это можно раз в цикл применять нет ты можешь каждый свой ход так 6 например смотри ты можешь потратить опять благочестия чтобы наложить на кабана паралич то есть соответственно кабан пропустит свой ход что там у него 4 плюс до 6 а у меня еще пробиваю удар а пробивной это минус 1 броня щит у него получается будет 6 а он вы уже может выбирать кого угодно до до 6 но не значит он монахом не может вынести можешь опять же я говорю воспользоваться благочестивостью или нечестивость это пропускает вход да это накладываешь на противника и он пропускает ход либо это до конца цикла до до накладываешь плюс 2 брони или плюс 2 к атаке а может дело так что ты меня не смог вообще пробить хотя у меня такой монах монаха мне не жалко давай плюс 2 атаки я за 15 до всем всем да правильно понимаю у нас агрессивная агрессивные молитвы пошли мой библи берсерк так берсерк у него есть свойства ну что делает ты можешь потратить сколько угодно своих жизней чтобы сделать из них модификатор атаки 9 а давай мы вот например карман чтобы снести карманника тебе нужен общий рейтинг 10 почему ну ты технически его сносят ну потому что у него 6 брони 4 хп ну вот ну вот типа берсерк уже даже без разгона своего его убивает а на него же это накладывается а то есть него получается 11 да и ты можешь сразу карманник убить если хочу ли убивать карманник либо убить кабана либо можно от этого добить но команда сам не представляет в данном случае больше опасность потому что у него плюс один к атаке еще пробивной удар поэтому ты если не парализовала кабана потом бы как раз вошел берсерка и он убил этого ну хорошо тогда давайте берсеркером я жизни тратить его не буду я убью кабанчика я получается 9 10 11 да да кабанчик умирает контратака у него нет да мертвые не контратакуют гениально так и и получается у тебя следующий будет ходить ассасин карманником я а это на один ход только ну когда он будет ходить когда он будет атаковать он будет атаковать без модификатор и я потом да потом яд снимется и монах да я объем монах других пока не могу пробить бывай монаха монах уходит и мертвые не контратакуют век живи и кучись так теперь ходит твой ассасин да мой ассасин ходит ну что ящер убиваешь стычки да я понимаю просто я вот думаю а если я сейчас воскрешу у мертвые убью ящера то карманник сам убежит да ну у меня а я не могу воскресить нет могу воскресить смотрите-ка я воскрешаю хочу у мертвые как потом вообще будут остальные жители села на умертвые реагируют думаю не очень а благо а можно кстати защитник серьезно хорошо у меня появляется у мертвые так ассасин тогда у меня бьет моего ящего почему его но ящера у него получается 5 а у сасина 13 и да хищный ящер тоже умирает и то есть карманник сбегает до карманник сбегает и остается только безумный монах так у карманник сбегает если в половину меньше то убегает безумный монах половину ну то есть нормально 24 это нормально его устраивает это хорошо ты никого не убьешь я пожалуй умер ты так он не умрет почему потому что у него 4 хп а ты уносишь три урона он не умирает но они и я просто есть почему он у него сейчас на яд у него модификатора не я исцеляюсь и жетон яда уходит ну то есть после действия совершаемо жетоны такие уходят ты сам себя исцелил так можно и драться ты не будешь нет все дальше то понятно то есть дальше у меня ой 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 простите пожалуйста немножко подвинул вы что стояли да 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 флекс происходит не понимаю на один валиваешь 13 у него 7 почему 6 плюс 1 7 а я думал то про здоровье то есть 6 я тебе урона наношу ну и ты его убиваешь ибо нахуй умирает вот видите как на нем один урон почему на нем был один урон да все вот в случае просто если было бы быстрая атака да быстрый бой то я бы понесла значительные потери так мы все собирайте для своих солдат обратно получая ништяки там еще опыт джунас разбойников да насколько я понимаю в крестах указано если сражаетесь там еще и с противником то в квестах указано за сколько сколько вы за них получаете интересно как бы сами мародеры отнеслись к тому что после смерти с них снимут сапоги и бросит в канаву ты получаешь 10 благочестивости получаешь золото кидая кубик так где мы эти были тут ребята какие ты же все собрал нет у меня был еще лучник где-то утяж монаха убили да нет у меня вот тут варьер-гарде стояли двое забрал так так ты получаешь 75 золота и влияние кидая четверку ненавижу до 4 4 . . . . . . . ты получаешь два трофея а сколько опыта так мне дали железную броню нельзя снарядить бойцов дальнего боя бойцов поддержки это броня которая надевается она делает видимо защитником да нет она прибавляет плюс один брони а к броне и что-то еще дали зелье исцеления одноразовое использование в бою устанавливать всем вашим юни там один к 4 ну видимо 1 до 4 здоровье так еще ты получаешь два же то влияние у а вот сюда да не вот вот на эту локацию где я получал а мне нужно дойти сюда не не просто кладите хорошо так это тоже у убирается получается нет да и получаешь 600 опыта неплохо это между прочим еще не 1 далее на самом деле я хотела пойти сразу встать сюда вот но я побоялась что я просто не справлюсь и мне будет очень неприятно но в результате исправился с минимальной стороны лучше перебить как бы потом на следующий ход справишься итак у тебя квест есть так я нахожусь в локации для получения квеста нет такой на подъезде к поселению вас окружается стая голодных зверей по пути вы замечаете предупреждение об этой стаи и объявление награде за их головы отступить либо сразиться сразиться дело кажется несложным тем более что этим делом вы можете сельчанам и получите награду за голову убитых зверей сразитесь с четырьмя животными так четыре животных посмотрим что там посмотрим какие мне животные выпадут бешеный пёс вайл вайл уэст нетопырь гигантский паук а животными приятнее чем с разбойниками ну нужно просто поселение выйти чтобы еще с разбойник но с другой строчу принять не вон у него яд стрелок волчара все кто хочешь по управлять животными да управляй ты раз напротив сиди ну ладно ты же ты был ты хочешь быстрый бой разыгрывать или так будешь драться нет я пожалуй быстрый бой разыграю ну хорошо сколько это будет у меня получается 5 10 20 30 35 38 все против 16 да все которые участвуют в сражении против 16 35 против 16 до 16 они погибают а я скидываю себе на 16 то есть у меня уходит монах 3 и 2 давай например вот этого фехтовальщика и вот этого фехтовальщика все и остается все остальные в этом отряде остается только страж вы привозите в поселение головы хищников люди сбегаются посмотреть на специфическую выставку староста сердечно благодарит вас дает награду и на ужин до 6 золота одно влияние 500 опыта и 625 так это 150 до него так и что еще там одно получается одна корона и 500 опыта так один же тон влияние и 500 опыта ну бы так ну что ж все квесты у тебя квестов нету нет в таком случае все наши а это не квестовая зона это просто не монетарь полечиться хорошо это минеральные воды ты можешь там еще и квестить а да да просто такой среднего уровня у меня три ополченской берешь в любом случае квеста берешь а все ладно без вопроса только выбери наверное случайно потому что мы их не перемешали хорошо я положу там руками я правильно понимаю что может повезти и сражение не будет да может и на средних уровнях тоже ну давай чудо уличная банда в поселении небольшая группа людей с востока какая неожиданность грабит ночью лавки переворачивает телеги и требует смены знакомые не требует смены бургомистра мест нет извините местные просят вас остановить этих разбойников помочь или отказаться отказаться конечно и сюда приехал отдыхать вам кажется что требования разбойников принципе справедливы поэтому вы поэтому вы отказываетесь пресечь их деятельность ночью вы решаете поддержать протестующих поджигаете лавки переворачиваете телеги все помогло пойти без происшествий но вас поймала стража если бы не друг которому помогли раньше вы могли показаться на каторге у тебя минус одно стратегия 0 стратегия хорошо и у тебя пятерочка скверны хорошо и клади жетон закрытия локации вот ты как бы можешь там также дальше лечиться но я уже вылечил но кс больше не может мне не нужно жетон закрытия локации да у тебя там жетон ленин хорошо ну что ж на этом фаза у меня квестовых зон нет потому что я только жгу монастыре дурю маюсь поэтому квестовой часть заканчивается и начинается наш четвертый battle раунд итак события поехали начало бонус у нас два отрицательных бонуса это у нас что полнолуния полнолуния два отрицательных бонусов я ты и не сразу забыла зачитаю просто это и пишет за и минус 5 к в тобою и нельзя получать благочестивость но вообще-то да а минус 5 к в тобою это к вашим показателям ну да да показатель не такой что и минус как бы так я про то могло быть и хуже друзья начинаем разыгрывать события которые пришли с полнолунием раздаем не сначала ой наконец-то я хожу сейчас твой первый ход поэтому я тебе читаю оборотень в доспехах солдаты рассказывают что среди них живет какое-то странное существо днем она принимает облик солдата а ночью старается спрятаться ото всех издает странный запах и животные рыки большие бойцы указывают на того кого подозревают в необычной странности ты можешь либо казнить этого человека его забить болт оставить его в покое мы тебе поможем наговаривают знаешь вот я тоже вариант вот либо оставить в покое ставишь покоем потом все деревню загрызет казнишь не с другой стороны нужно поддерживать порядок в нашем государстве поэтому давайте мы его казни ну что ж утром вы приказываете схватить оборотня и казнить его без суда и следствие потому что мне не дали провести следствие милосердный же графу вот во первых у тебя ты получаешь 10 благочестивости но ты не можешь ее получить потому что у нас запрет на это и минус юнит из двух линий и выше и 2 линии и выше то есть это что-то круче крестьянина до страж ты можешь монаха убить а монах тоже можно убить да да он тоже правильный либо умертвие да либо умертвие но умертвие кстати так ничего нет она не ест она не жить не ест ты не знал что знаешь что заказывает скелет когда приходит в бар и вы швабру что пиво и швабру и типа потерять за собой ну я даю вам монаха мне как раз нужно было избавиться от этих костик так сейчас мама следующее событие так что там не попалось а у тебя языческий алтарь ваши люди находят капище со следами ритуалов которые были проведены совсем недавно почему посередине стоит каменный алтарь ты можешь разрушить алтарь и либо принести жертву ох я думаю я хотел бы его разрушить но мы все равно не получаем благочестивость так что я не забывай что ты все-таки обманываешь что я резко сменил сторону ты туда как в киндом граната я больше ничего не получаю так мало только нет я все тебе дам 10 и минус я принесу жертву ах ты какой сейчас я тебя накажу подожди вы выбираете человека из отряда кладете его на алтарь и проводите ритуал остальные воины ощущают прилив сил ты минус 15 благочи благочестия убираешь сло что не получила еще и потерял получаешь тебя есть этот красненький да у меня вот на тебе 15 ты получаешь 10 нечестивости минус один юмид юнит кроме крестьянина мой ну пускай страшно надо чтобы кого-то пожертвовать так так минус одно лидерство у меня лидерство до нуля и плюс один к атаке всем вашим юнитам в следующем бою ну хоть что-то вот плюс один хорошо так и что же попадает нашему альмуалиму ибо крестовый поход какая неожиданность ваши союзники из независимого города просят вас о помощи они собирают войско для крестового похода я же вот бегу тип вас просят внести свой вклад в это дело своих солдат в качестве подкрепления но предупреждает что затея очень опасно и люди могут не вернуться помочь частично или помочь полностью помочь частично конечно я могу только наполовину поддерживать чужие так за эти интенции смотри ты можешь спросить сколько угодно юнитов можешь ноль спросить прошу одного крестьянина так он же строит а вот этот как бы этот иван федорович под будет снабжать вас лучшим так и получаешь 50 золота перестаньте спонсировать экспансии на моей земле ведь и знаешь а про не извини я перепутал крестьянина нельзя скидывать можно только выше второй линии а ополченец а выше второй линии ну и вторая у него нет второй линии ополченец ополчение строение у и получаешь тысячу опыта за каждого воина отдавшего я сейчас уже представляю как у меня будет квест там наверняка какая-нибудь квашня типа ну мы вышли из дома смотрите солнца не было блять вот ты почти угадал темные времена хорошо солнце перестает светить прямо посередине дня круто проходит время но светлее не становится священники рекомендуют не выходить с домов ты можешь либо переждать либо продолжить путешествие блять я так понимаю если я решу переждать я потеряю движение скорее всего поэтому я сука продолжу путешествие вы слышите странные шумы существ которых раньше никогда не встречали в этих местах у тебя один ну у тебя 5 нечистивости и плюс нечисть в следующем бою ты оставь ему пока плюс нечисть в следующем бою это видимо не на твоей стороне да ну видимо да ну хорошо ладно пусть пока будет здесь тусит у меня где-нибудь вот так где окей ну что ж пора да теперь мы раздаем карточки действий наших собственно говоря да как здорово что я стал вторым уровнем так лидерство кому сколько у меня только две торговли не надо спасибо это никому не так у тебя три лидерство я вижу раз ой а у меня одна торговля да они просто слиплись я не смогла тебе так одну себе оставляем стратегия кому мне одну стратегию ага держи так у тебя стратегия ноль у тебя стратегия ноль ах жаль что я не второго уровня потому что дорогие стройматериалы следующее здание которое построит выбранный оппонент будет стоить на 25 золота дерева и камня больше вот это было бы приятно на самом деле кому-нибудь хоп и подкинуть но это второй уровень у меня к сожалению только первый что значит вытягивая карту местности карты местности это в большой игре то есть тут они не используются то есть есть различные бонусы получаемые от местности я тогда с вашего позволения стратегию перетяну потому что у меня на на нее как раз таки я тоже поменяла у меня был второй шанс это то есть если я делаю там грубо говоря какое-то действие в локации мне появляется собственно закрытая локация я могу повторно сделать что-то в этом локации так как я не спешу судя по всему что-то делать в этих локациях я поменяла на быстрые наймы теперь я могу нанять авантюристов если бы я находилась там хотя очень приятно мне вообще тут очень близко и ну а так тебе и ходить не надо а так да мне не нужно никуда ходить я могу заняться вторым квестом третьим квестом если мне понадобится поэтому все мне нравится так так это я себе просто добавил тотическое отступление но это для боя с жетончиками можно поиграться ну и у нас начинается сбор ресурсов сначала кормимся да ух поехали с трех деревенья получают 15 еды а во-первых надо покормить всех ну я все накормлю то есть плюс 5 13 еды так а ты вычел что еду то я уже покормил так дальше у нас 175 175 175 15 очень троечки забрал так какие у нас добавки на у нас да мы не получаем проточастливость и минус 5 у нас с тобой а понятно так 75 75 золото 25 и получим соточку больше всего мне нравился бонус плюс 25 потому что ровненько получался ну в принципе да так есть соточка и древесинка у меня только осталось 100 25 так у меня крестьяне эти уходят о соточка так что дерево тойопарный театр так мне по счету 25 так а мне 13 еды во заебись окей еще раз да 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 тихих 75 золотишко мы получили так теперь 10 А, крестьяне мои, видимо, уходят, и у меня все достроилось. Зал доблести у меня построился. Ну что ж, начинается твой ход. Да, подожди, я еще ресурсы собираю. Я так это не умею. 100 камня, 100 дерева. Так, и пара-пара-папапапам. 100 золота, видимо, за ратушу. Так, и еще еду мне нужно взять. Сколько у тебя деревень? А, сейчас, подожди, 4 я беру за крепость. А, или я взяла уже, я взяла за крепость. Тогда 10 еды еще сверху. 12. У тебя две деревни? Да. А деревни тебе тоже бонусную? Да, одну больше. Крепости деревни даю. А, ну это нормально, нормально. Так, еды я, значит, взяла. Все вроде бы, да? Он взял доблести, да, тебе бонус не дает. Вот так. Я думаю, что... А, сейчас фаза действия, да, началась? Да, мы закончили фазу, соответственно... Мы закончили фазу сбора ресурсов, и теперь можно переходить спокойненько к нашей фазе... А, ну типа у меня там достроилось все это, я выбираю. Я, насколько понимаю, теперь, чтобы я могла покупать из зала доблести, мне нужно построить либо казарму, либо стельбище, либо храм. Ты можешь построить, да, оно из этих... А боепоп, он реально дерется? Он же боепоп, да, смотрите сейчас. Ну вот это самый последний ранг, который... Паладин, ну, паладин. Ну, паладин-то точно дерется. Ты же играла в Варкрафт. Прекрасно. Тогда я, наверное, построю храм. Для этого я потрачу 150 золота. Чужоу! А, сто дерева. Сто семьдесят пять камня? Обалдеть. Ну, так, без камня надо храм устроить. Ну, в общем, это все, что у меня есть. Все запасы камушка. Так. И, да, захватистый. Спасибо. И два крестьянина. Ну, ты можешь их из деревни получить. А вот они тут есть у меня. И вот храм. Угу. Сейчас. Это у меня будет отряд номер один. Он появится где-нибудь. Вот, пускай вот тут. И здесь мы будем строить наш храм. Так, ты пока со стритистом разбираешься. Давай я продам ненужные мне ресурсы и просто бабла себе соберу. Да, конечно. Где ратушку? Ладно, хрен-то, потом найду. Но я главное запомню, что у меня где-то здесь. И теперь я хочу попробовать еще построить казарму. Это будет охрененно сложно. Но я попробую это сделать. Ну, потому что все-таки покупать... Кого я смогу покупать благодаря казарме? Мастера меча? Мастера меча и рыцаря. Угу. Ну, это же прекрасно. Мне нужно... Ой, извините, пожалуйста. Сейчас мы начнем менять. Во-первых, у меня есть побрякушки, которые мне не очень-то нужны. 125 я, получается. Получаю, да? Я, наверное, продам артефакты. А сколько же мне золото надо? Казарма у нас стоит 200 золота. Да, казарма 200 золота, 125 дерева и 200 камня. Угу. Что она задумала, например? Я сама не понимаю. Ну, видимо, хремни, а не казармы. Поэтому... Курс наичине выиграет. А ты можешь еще стрельбич построить в почете. Ты можешь стрельбич построить. А я, может, не хочу. Просто храм строишь? Можно еще и стрельбич. Сейчас, подожди, подожди. А может, я ратушу еще построю? Не-не-не-не-не-не, там точно не хватит. Тогда все, я строю только вот как бы... А ты перемещаешь? Да, я перемещаюсь. Я, во-первых, отдаю вот этому парню. Кого там опять были? То есть, стража отдадим. Мы отдадим стража, а самое главное уйдет у нас... Раз, два, три. Это Буро. А. Ну, тогда раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда на красный. В красный квад, что ли? Нет, это зелененький. Ну, в целом, я думаю, все, пока. А можешь тоже выполнить, если хочешь. Кем? Вот этим. А, ты его зовут. Ну, нет, перепутал, что я туда... Все. Все, хорошо. Так. Сколько уже влияния? И два всего. А, только один красный был. Да. Я их только беру, понимаешь? Я их набираю и не выполняю. Так, 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 так. Я, пожалуй, сделаю так. Раз, два, три. Угу. Прейду сюда. И получу доступ к авантюристам. Авантюра. Метатель копий. Следопыт. Так, это у нас тоже авантюристы, да? Да. Тоже что ли прикупить себе? Следопыт. Да зачем они тебя? Монахский таленс. Ассасин. Ну, типа солдатики. Ветеран. О, а можно я тоже вклинюсь и потом куплю себе? Я забыла, что у меня этот, можно же. Ну, да, конечно. Хотя, не, не надо. А, погоди, а это подземелья? Да, это подземелья. Так. Я пойду покупаю себе. Я обмениваю сто, давай, ну ладно, давай все обменяем. Я обменяю сто пятьдесят дерева на семьдесят пять золота. Сейчас просто закуплюсь авантюристами. Сколько у меня золота? Сто, двести, двести пятьдесят, триста, четыреста. Отлично. А, четыреста десять. Хорошо. Я покупаю себе ассасина. Ветерана. Это сто тридцать. Метатели копий. Это сто девяносто. Следопыта. То двести сорок. И еще одного следопыта. Так, после этого я воспользуюсь своей способностью новой герои. Сейчас заплачу за них. Сто, двести двадцать, двести девяносто. Дорого, богато. Мне сдачу можно на десяточку? Десяточку. Так, вот эти уходят. Пускай пока вот тут побудут. А Макс, киталец сбрасывается. Понятно. Что-нибудь еще? Да, так. Так, и я воспользуюсь способностью новой героя. Когда вы нанимаете авантюристов, можете сбросить всех доступных авантюристов, которых вы еще не наняли. Затем можете перемешать колоду авантюристов. В любом случае заново выложите шесть карт. Еще больше авантюристов хочется. Да, я хочу себе еще авантюристов. А, я думаю, если тебе не понравились, то ты... Да, и также это просто еще дополнительно. Монакс, киталец, метатель копий, берсерк, берсерк. Дымба прям какая-то. Да, гладиатор. Но нужно просто еще и деньги иметь на это. Следопыт. Как говорится, денюшки. А, рыночек зарежу. А у него все стосоточка осталось. Ну... Можно купить два хреновых наемника или одного хорошего? Не, у меня 120 осталось. Так что это три херовых наемника. Я покупаю себе берсерка и гладиатора. Я остаюсь полностью без денег. Надеюсь, ты не придешь ко мне с такой армией. Так, пятерочки. Да мне кажется, вы можете в столицу уже идти выносить. А, хотя там нету осадных машин. К слову. Все, ты закончил ход? Да, сейчас. А вот эти все рассмотрим. Ну, еще что-нибудь будешь делать. Все, это все. Хорошо. Тогда начнем с неочевидного. Я выйду и сожгу храм. Точно себе не время, я понял. А теперь у меня есть выбор. Где же 15 нечистивостей? Отлично. Вообще-то нельзя дать, видите, сжечь храм. Я пришел и сожгу храм. Так вот, а вот теперь я стою на вилке событий. Потому что выбора два. Я могу либо вот здесь поставить завод по тяжелой осадной технике, либо я могу зайти вот сюда и воткнуть сюда казарму. И тогда просто здесь закроется проход, и нужно будет штурмовать казарму. Потому что видите, здесь... Через казарму нельзя ходить. Но с ней надо сражаться. Мне нравится, как я очень вовремя узнаю правила. Хорошо. А зачем тебе это делать? Чтобы что? Потому что я пойду с тобой сражаться? Я вот могу туда пойти. Да я берегу границу. А-а-а, я поняла. Технически. Я тут ни при чем. Это все еще не любит к виктору. В смысле, а как ты сюда попадешь-то? Ты кем сюда пойдешь? Вот. А, этот чудик. У меня два крестьянина и волшебная карта, которая позволяет мне синить стоимость строительства на одного крестьянина. Ну, если вдруг. Мне это плевать. Налоги платить будете? Нет. Вы же на моей земле. Ну, сходи, разбей меня. Что я могу тебе сказать? Что-то Даня какой-то оккупант. Там построил. Да я не оккупант, понимаешь? Это такой... Политика не нападения. Я как бы всех стравливаю мимо, а потом пытаюсь пытаюсь... А как это плохо, может ли, это стравливать? Там строишь, там строишь. Тогда... Я в это время ненавижу заливные луга, поэтому хочу там жить. Я выбрался из песков. Вон там, смотри, неплохие луга есть. Тоже очень заливные. А там юг. Я уже был на юге. Я, видишь, мой персонаж южанин. То есть, если там юг, значит, здесь север. А лед-то здесь. Ну, так. Это мы попали в овровинную петлю. Понимательная биография. Лента Мебиус, АСС. Ну, решай. Так, да. Ну, в общем, непонятно. С другой стороны, я могу сделать еще тупее. Раз, два, три. Четыре, пять. И начинаю строить мастерскую. Хорошо. Это как если бы Мордор сам поехал туда, в Рохан. Мне кажется, Миша, а именно, как вас зовут, Аббату? Слишком мало внимания уделяется. Как и тебе, в принципе. Так, а там у тебя крендель стоит, он что-то делает? Или что? Он просто стоит. Он тучит. Видимо, строит что-то. Нет, мы уже давно там сидим. Итак, мастерская сколько стоит? Давай я тебе зачитаю. Мастерская. Если ты будешь нанимать бойцовую поддержку, то они будут наниматься в храме. В зале добрости? В зале добрости нет. А, секунду. Минуточку. У меня же есть бродячий торговец. Мой выбранный отряд в вашей фазе действий получает доступ к магазину, как если бы находился в торговой гильдии или в вашей ратуши. То есть в ратуши все-таки нужно находиться? Да, это так же, как в торговой гильдии. То есть это чтобы получить доступ к магазину. К магазину, не к торговле ресурсами, к магазину. Блин, мне 5 золотых не хватает. А, тогда я получается просто так продала, да? Ну продай больше. А у меня только один артефакт. Типа я хочу продать артефакт? О, я знаю. Ты и так можешь продавать. Ну, сейчас. То есть не нужно ходить в... У меня вообще ратуши нет, поэтому я использую конечный торговец, чтобы продать им артефакт. За 70 золотых. А, понятно. Да, понятно. Нет, просто продавать можно в любом случае. А, все, ладно, хорошо. Ну, хорошо, что там у торговца есть? Так, ты взял себе двадцатку? Двадцатку еще не брал. Так, о, кольцо с бульянтом. Кусок старого знамени. Ты же хотел мастерскую построить. У меня не хватает денег. Даже после продажи? Да. Жаль. Да, ничего мне не понравилось. Ехать. Да, еще две. А. Хотя, как настоящий человек должен уметь торговаться, я знаю, что я сделаю. А я не поняла. Отрубленная голова выкладывает на все отряды противника дизмораль. жетон болезни на все отряды противника. Этот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я же после болезни из-за тяжного. О, да, не забыл, что хотел спросить. Раз, два, три, четыре. А это, я здесь должен был остановиться, да? Угу. Черт возьми, а где я стоял? Я здесь стоял, наверное. Меня подвинули раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не достаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тоже нет. Интересно, это все, конечно, дельцы. Интересно, интересно, интересно. Ты что-нибудь покупаешь? Я хочу купить голову. Засушенную. Отрубленную. Да, да, да. Ну, потом ее засушат. За 35 золотых. Только это во время боя. Да, 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 я понимаю. Я возьму вот эту траващую. Все, больше ничего не берешь. Да, да, да. Жало. Больше ничего не берешь. Артефакт можно на любой отряд размещать, да? А, это трофеи. Ну, да, они, нет, они получаются на том отряде, который и был в магазине, соответственно. Так у него бродячий торговец был. Ну, у него бродячий торговец. В данном случае он может на любой. А где еще минеральные воды? Еще одни. Минеральные воды? Лечилка. Вот. А, прекрасно. А что там делать в лечебнице? Ты не поверишь. Можно брать квест, а можно излечиться от болезни. Что ж, тогда раз, два, три, четыре, пять. А в самом что за тусич? А я хочу просто отравить его. Это что за дискотека? Я же вам в воду работаю, понимаете? Я несу болезни. Ну, он пока никому не гадил. Да хорошо, ради бога. Это не мои солдатики. А чьи? Так, мне опять, видимо, дали лишнюю монету. Ты переоцениваешь моей мощностью. Ладно, и, видимо, я хочу пройти сюда и начать строить ратушу. Прямо здесь. Сколько стоит ратушу? Тогда вот тут. Ммм, так, раз, ушам. Мне все равно не хватает. Ладно, все, я ничего не строю. Я закупаю войско. Поехали. Да ничего не закупаю, господи. Что я говорю? Я бомж. Я никитемный торговец. Я просто, видишь, я решил в году фану потратить те скромные гроши, которые у меня были. Так, лесопилка, храм. Я могу храм воткнуть. Все, понимаю. Так, я, конечно, дико извиняюсь. У тебя вот эта штука стоит где? Хватит двигать, мы менять. Я не касался, я спросил. Все, ты закончил ход? Как храм защищен? Это второго уровня подстроена. Второй уровень? Да. То есть, тогда я вообще еще раз придумал. Раз, два, три, четыре, пять. И строю храм. Ты хотела? Храм. Да я как бы свой. Я как викинг приехал. Давай я тебе скажу, 150 золота? Так, 150 золота дал. 100 дерева. 100 дерева, пожалуйста. 175 камня. Пожалуйста. Мы? Ай-культемцы? Два, либо в твоем случае один крестьянин, если будешь карту использовать. Использую карту, один крестьянин. Чтобы все получилось. Он в этом отряде, да, у тебя? Да, там крестьянин. Ну, кстати, если ты разрушишь храм, то ты получишь 1D6 умножить на 50 золота. Я чем его тебе разрушу? А, еще, кстати, получишь 20 нечестивостей. И это тоже. Не, нечем разрушать, мне нет, когда путь. Так, ну что ж, в таком случае давай, наверное, я тоже немножко похожу и начнем мы с простого. Я не против чужой культуры в всем государстве. Так, этот храм мы сожгли. Это у нас что? Деревня просто? Это торговая гильда. Нет, у меня есть ратуша, мне торговая гильда не нужна. Наемники. Это, конечно, замечательно. Через подземелье я могу пройти просто? Да, подземелье не обязательно останавливаться. Раз, два, три, четыре, пять. Закупаемся пацанами. У меня 700 слихуем денег. Сколько? Что себе? Я продал 20 еды, 400 камня. А, у тебя же умертвее какие-то все. А, у тебя вообще нет юнитов? У меня никто не ест. Ну, в смысле, они едят, но у меня двое юниты. И один не ест, известно. И один не ест. Кстати, блядь, он же не ест, верните еду. Так, окей. Поехали. Что ты мне сделаешь еще одно умертвее себе? Так это в бою. Ветеран, следопыт, монахский талец, шаман и гладиатор. А у шамана три руки? Так, в таком случае мне, пожалуйста, дайте... Два. Это у нас что? Это пролич. Ты можешь использовать способность пролич. В таком случае мне, пожалуйста, заверните, наверное, все, кроме шамана. Так, это 140, 200, 270. Я понял. Псегот. Так, не туда. 200. 50. Так, пятерик обратно на базу, пожалуйста. Так, и у вас эвантин. Спасибо. Тебе же их кармить чем-то. Так, этих я отделю в другой отряд. А те, чем их кармить? Так, сколько? Два стража? Два стража и три фехтовальщика. Три фехтовальщика. Ты что там делаешь? Кармию. Арми, арми. Хочешь меня разбить? Хочешь убить моего генерала? А зачем он просто в хап вернется? Может, я сейчас пойду и сам к тебе убьюсь? Ха, ебой, развлекайся. Да нет. Так, это у нас вторая армия. Эх ты, я тебе даю окно возможностей. А ты... А я что, им не пользуюсь, что ли? Ну-ка, подожди. Так, и раз, два. Так, и они начинают двигаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Идем сюда. Так, и здесь у меня будет в будущем квест желтенький. Здесь я остаюсь. А почему? Типа в лагере тоже выдается квест? Да. Да, это же типа зона квеста. Так что, никто не брал? А, я не брал. Ты влечебник забрал? Нет, ты ходила отрядом подкреплений. А, логично. Так, дальше. Я с фермы беру двух крестьян. Так, тебе дать крестьян? А мне есть, есть, есть. Также создам из них отряд. Это будет уже моя четвертая. Так, подожди, у меня сколько, блядь? Я, походу, это разогнал самолёха. Сейчас у меня десять, одиннадцать. Еды сейчас у меня четырнадцать. А, ну мне хватает, кстати, нормально. Ты смотри, квесты могут отнять. Кого? Еду? Угу. Ну, ничего страшного, я просто убью каких-нибудь додиков, да и всё. Так, двух крестьян бесплатных. Это у нас четвёртый отряд, он появится где-нибудь здесь. И что я могу построить на... Всё, две... А, ну нормально. Двести, 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 двести. И я просто отойду вот сюда. Куда-нибудь вот сюда. И начну здесь строить кузнецу. Соответственно, давай я заплачу сразу же ресурсы. Это будет двести золота. Ну, мне кажется, что я как жулик построила сразу зол доблести и всё. Так, двести золота, двести двадцать пять камней. Тебе нужно ещё храм построить. Я уже построила. Ну, надо ещё построить. Ничего страшного, надо строиться. И двести семьдесят пять. А, подожди, двести двадцать пять. Двести семьдесят пять камня. И двести двадцать пять дерева. Угу. Так, раз, два, три, четыре. Что-то там, Витя, опять намудрил, перемудрил. Направил-то всего. Всё, 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 всё. Всё, всё, всё. Всё, всё, всё. Всё, 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 всё. Всё, окей. А, перебоставь сразу туда. Ну, жетончика, чтобы не забыть. Это твоё или моё? Это твоё. Это моё. Окей. Это тогда сюда. И жетончик кузнецы. Чтобы были молодцы. Сейчас я буду её искать какое-то время. Извините. Там такая наковальня. Да я понимаю, вот это? Да. А, нет. Это мастерская. А всё, наковальня нашёл, да. Учусь у великих, я, блядь, всё, все границы закрыты. Никто не пройдёт. Хотя никто и не пойдёт, судя по всему. Всё, мои действия закончены. У меня есть один активный квест. И всё. Хитро. Спасибо. Просто видишь, я вот тут даже полями перекрыл, чтобы никто там бомжом каким-нибудь не забежал и не начал строить. А, а ты тоже так же строишь всё, да? Нет, я просто... А туда никто не ходит? Там, на юг. Так, на этом заканчивается у нас фаза действий, потому что я последний, потому что Алина была первая, и мы переходим к фазе квестов, начиная также с Алины. Я стою вот здесь на квесте. Ну ты, мы можем смотри сначала... Нет, хочу с того. Окей, хорошо. Так, это опять первый квест, да? Да. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай читай. Это я хоть не люблю. Украденная невеста, между прочим. Староста деревни просит вернуть невесту своего сына, который украли разбойники. Староста не разрешает своему сыну самому решить эту проблему, потому что он единственный наследник. Ваше присутствие оказалось очень кстати. Помочь или отказаться? Я вам что тут, простите? То есть я, значит, с разбойниками должна сражаться, какое-то чумо, сын староста не может пойти сразиться. Ты как инквизитор в Драгонейш Инквизишн, вроде начальник, но, блядь, делаешь все за всех. Ну как бы охренели, что ли? Не могу, это что? Пойди, сходи, убей, а вы тут, простите, что? Ну, что ты решила? Ой. Опять разбойники? Я не знаю. Я откажусь. Хорошо. Вы уже не молоды, чтобы бегать за девушками, поэтому предпочитаете провести этот вечер спокойно в компании кружки пива. У тебя минус один или так, и десять скверны. Да, пожалуйста. Так, а что ты не согласилась-то? Ну, потому что у меня другие разбойники еще есть. А ты все равно, кстати, можешь положить жетон в ней сюда. Конечно, я поэтому и. А, да? Ну, нет, такая способность. Когда она выполняет квест, и если она не получает жетонное влияние, она все равно получает один жетон влияние. Так она же не выполнила квест. Ну, вот так, такая билочка. Если она выполняет квест. Да, выполняет. А, типа, отказ от квеста тоже считается выполнением квеста. А, ну все, окей. И я сюда также кладу другую штуку. Потому что я отказалась от квеста. Не, ну там... И так, тем временем у тебя есть еще один квест, который во вторую фазу переходит, потому что ты пришла куда-то там, зачем-то там. Так, помочь. А я же ушла главным, у меня теперь этого нет. Ну ладно, неважно. Давайте дальше. В лесу вы находите логово, куда животные пьеда скалеют. Прошу прощения, только один аспект. Ты сейчас вот этот квест выполняешь. Но у меня уже не генерал. Да, но можно... Это не страшно. Только я вот этим не смогу пользоваться. Все, все срастет. И только у тебя получается быстрый бой. Да. Да, похуй. В лесу вы находите логово, куда животные перетаскали еду крестьян. На вас нападают четыре животных. Это мы любим. Я что-то забыла, что быстрый бой без... Ну давайте посмотрим, что тут у нас. У нас тут снежный волк. Оу, ес, ауф. Брат. Кабан. Ты можешь только поменьше? С места в рысь. И зараженный скот. Перегрим. Яллый в рот. Перегрим. Это что за компания? Это 15. А у тебя? Как этот мультик-то назывался? Какой? С Рождеством, блядь. А, эти, ублюдки? Ублюдки, во. Это какие-то ублюдки самые настоящие. 15 общей мощи. Так, у меня 8, 8, 9, 16, 25, 28 и 33. Ты их просто уничтожила. Почему она поменьше? Из-за проклятия. Да. Бонус у нас. Ну ты их у нас бонус. А, так и у них тоже минус 5. Нет, нет. У тебя минус 5. Почему? Ну потому что ты игрочок. Ну на автобои же. А это дурачок. Давай, подожди, я формулировку посмотрю. Минус 5 к автобою. Ну да. Вообще у них. Ко всему. У всех. Хорошо. То есть у меня 28, а у них. Убирай на 10. У них 10. А, у них 10? Чтобы ты их победила. Просто уничтожила. Еще и в рожу плевать. Со слабейших надо начинать. Ну тогда уходит у мертвей, и страж, остальные не умирают. Да, все так. Все выживают. И квест, судя по всему, выполнил. Какие же награды тебе ждут? Сейчас посмотрим. Ну вот и все. Теперь у крестьян больше еды на 4 туши, чем было. Ты получаешь... А, не получаешь. 10 благочестивостей не получаешь. На золото кидай. Да что ж такое? Ты получаешь 50 золота. К4. Что это К4? Это Д4. Нет, что? Трофеи. Трофеи. 4. 4 трофеи. 4 трофеи? Мне не нужно возвращаться. Да, я прошу дамая. 4 зверя, 4 трофеи. Справедливо. Они ходят, а все, знаешь, в брюне, как-то, с котлами. 3, 4. Не, она просто еще и в логово зашла. Это в логово животное. Так они же украли фермерскую еду. Видимо, что-то еще прекратили. Бабушкин пирожок. Лучший трофей. Так же ты получаешь один же топ-лияние. Итого их у тебя уже число в районе 4, да? Да, всего 4. Ну, то есть почти пол дела сделано. Это вот здесь кладется, где квест брался. Точно? И 500 опыта. А он копится опыт? Да. Да, у тебя сколько? 600. Ну, плюс 500. Плюс 500 и... То есть сейчас. Вот, ты и переходишь там дальше. 200 опыта у меня осталось. Хорошо. Окей, Даня, у тебя есть квест? У меня нет. Так, я на квестовой зоне. Не, а я сейчас... А, еще твой же ход. У нас битва. Да, 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 да. Я нападающий, правильно? Я отравляю все твое войско и умираю. А ты почему умираешь? У меня там Даним Крестьянин. Короче, ты просто отравил... Ё-моё. Кошмар. Так, ладно, убивать у нас своего крестьянина. Это какой-то мазохист. Ты получил за убийство крестьянина опыт. Ой, а я, кстати, беру квест. Я вот здесь нахожусь. За первую категорию не дают опыт. Да. Еще и опыт не получил. А, а мне второй уровень квеста. Зачитай, пожалуйста. А, вот эти, да? Да. Ну, погнали. Let's go. Жигани. Защита шахты. В последний раз скажу, что шахт началось что-то неладное. Шахтеры стали пропадать на нижних уровнях. Стали слышаться необычные шумы, похожие на стук копыт. А также стали пропадать... А ценные вещи шахтеров... Отказаться и повозь. Да, давай помогу. Вы считаете, что достигли высокого уровня могущества и мало кто сможет с вами. Поэтому вы отправляетесь на помощь. Направляйтесь в ближайшей шахте. Так, ближайшая шахта... Так, ну ты тогда пока размещайся и... Данька, будь любезен мне квеста второго уровня тоже. Тем временем, я хотела поделиться, у меня поджигательная смесь попалась в трофеях. Здесь стоит значок поджога. Я могу один раз в бою наложить на любого противника жетон поджога. Что это значит? Жетон поджога. Когда начинает ходить этот юнит с жетоном поджога, игрок кидает К4 и столько урона наносится ему. Игнорируя его броню. Так, долг платежом красен. Факт. В поселении вас останавливает незнакомец в капюшоне, предлагаем вам помочь ему в одном деле. По его словам, гильдия торговцев отложила у него крупную сумму и не хочет возвращать долг. Незнакомец предлагает убить всех членов гильдии. Отказаться, помочь незнакомству или помочь гильдии. Аж три варианта ответа. Да. Круто. Отказаться, помочь гильдии, либо помочь торговцу, я думаю. Да. Я могу уточнить, там бой где-то есть, если допустим... А я не могу тебе сказать. Не можешь, да? Ну, с учетом того, что я частенько торгую, давай-ка я, наверное, помогу гильдии. Что-то на мутный эффект какой-то. Желая предотвратить резню, вы решаете схватить незнакомца и доставить его в гильдию. Так. Вы пытаетесь схватить незнакомца, оказалось, он был не один. На вас нападают три наемника. Как летать. Как 15 лет назад. И плюс с ними еще нечисть, да? Их не еще нечисть, потому что она к ней добавляется в бой. Ну ладно. Наслаждение, то фи-фи. Так. Сколько там? Три? Да. Значил он все-таки был разбойник, значит я все-таки не ошибся. Подрывник. Поджигатель. Оу! Ты серьезно, что ли? И воин песков. Я не буду играть автобой, потому что это пиздец, это потери будут гигантские. Я сражаюсь. Погоди, у тебя еще одна нечисть. Драка, 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 драка. О, там же еще колодная нечисть. Точно. А, ты же наемников купил. Ну, конечно. А, только все должно быть хорошо. Призыватель демонов. Ты, блядь, дрочишь меня? Нет, это был, это вот что за мужчина в капюшоне. Это был призыватель нечисти. Он управлялся из тени. может переобоишься и нечисти поможешь и чё мне с гильдией драться ну кто-то с гильдией драться если ему слушать ему помощь таким призывает живого мертвеца уже перед началом боя призывает это лучший вариант хорошо так покажи мне у тебя паралич смотри есть да у меня чё только нет хорошо я так понимаю нам нужно кинуть инициативу чтобы узнать кто будет ходить первым дайте подскажу это буду я круто ты вот так я на самом деле думаю что я не буду особо заморачиваться и действительно оставлю все так я все опять забыла это какая-то истерика или что это паралич то есть накладка подожди а лицо вот это это благословение я оставляю все как есть хорошо я так а могу парали параличом чинчиков антики поиск от этого так у тебя кто то есть с кровотечением ну тогда я объюзи механики болеть по полной первым своим действием я использую нечестивость и кладу своего защитника старую добрую мегас мертвую броню нимбус 2000 смерть смерть гроб могилы гроб могилы а как это работает тогда я не знаю как его убить ветерана никак а два поджигателя не справиться с огоньком короче на нем михаил молчит и не пугает да ща тут ну ты пока думай да это же твоя игра и я бью своей атакой это будет одиннадцатое бью по тут просто все равно три дальника есть я понимаю а дальники они могут бить через ветерана ты можешь пролечом надо было паралич раньше кинуть можно было его пролечом броня высокая типа у них у него плюс 7 атака плюс 7 мертвеца за у него 1 хп и 0 брони а почему типа он валивает на пятаться но ломается быстро а нет у него а нашла коса на камень круто круто а как это убивать у него есть жетон крови ну кровь так это четыре раза надо тыкнуть его нет этого 1 но в смысле то тут у тебя просто сейчас видишь бессмертная плодила а это просто бессмертная плодила ладно давай ветеран тогда бьет по твоему поджигателю потому что один хрен да я бью по поджигателю а ты еще вот этим можешь увеличить атаку тогда он бить не сможет это не свободное действие а это не свободное действие это не свободное место странно я думал это автоматически срабатываю 12 по этому товарищу 9 и 3 получается мое даже что же там за жизнь какая-то творится так это я сбрасываю твой ход так а как понять тогда какие свободные действия какой нет не свободных действий нас они не так уж и много то есть это лечение это благословение это паралич и да и в принципе это все так а я поджигателем you давай как раз метать ли копий 15 далее а далее ты больше ничего не делаешь да следопыт бьет по поджигателю 11 до 11 9 11 глаз все получилось а глаз за глаз это что глаз за глаз это как применяется глаз за глаз вот это пальцем в глаз как применяется обе как глаза глаза если его атакует например дальник то он его может контра так и я же еще могут штуку применить нечистивость то мою так на десятка это у нас получается страх да страх отменяет контратаки да и 2 десятка это у нас звездочки какие-то бампиризм но это сейчас мне не поможет 6 ничего не буду никого не буду бить ну так давай у меня как попроще все было ну типа я проигрываю сейчас я только не понял как он стреляет все ты же можешь нежить признать я бы не был у мертвее которая не пробьет ни одну броню здесь так просто побудет так давай я бью по ветерану это 16 это 9 плюс 4 у нас 12 4 года берем сетчика в тсс в следующем не горизонте на поставки вот так вот как он не может быть там 2 больших в матч моторных а дальше у нас и депутат свое отбил получается да и пьет или Это просто обозначение. Ну, то есть, это не всегда обозначает то, что... Так, а вампиризм меня только лечит, правильно я понимаю? То есть, если я не ранен, он мне ничего не дает. Да. Сверху, то есть, я здоровья не получу. Так, еще раз о звездочке. А, это вампиризм. А страх это что? Это они не будут контратаковать. Ну, а он и так не контратакует, потому что он стрелок. А, у тебя нету, это можно проклясть на дверь. Тогда я просто бью по этому парню прекрасному. Это у нас 7 плюс 4, это 11. А, у него 12-я броня, великолепно. Я не бью по этому парню. А я бью... А благочасть у тебя есть? Нет. Жаль. Это для пусечек. Там просто есть классная штука. Я бью по воину песков, потому что это пока что... А, вот, давай вот по этому шварку, чтобы убить его. А там на него тоже. У него платье. Как нужно убить эту штуку? Чем можно убить? Ты наносишь 2 удара, и это считается как 1. Ага. Ну, тогда первый удар туда, и пока все. То есть мы неправильно в прошлый раз, да, делали? Нет, да, это то же самое по сути. Да. Твой следующий. Подрывник. Ё-моё, 17. Труто, да? Но он может ударить только поэтому. Нет, он может перестрелить его. Он стрелок. Так что он монаха разбивает, этого разбивает. Так он всех разбивает. Да. Давай, короче, по ветерану и убьем. Пойдем вторая не смертная плоти сейчас. Ну, один раз уже ударили. Да, ну, то есть это будет второй удар на нем. Да. Хорошо. А, ты контратакуешь на 4. Так это ждали не атака. Так это ждали не атака. Нет, а у него нет лопа, у него нет сапожка, я понял. Ох, беда в огороде или беда. Гладиатор бьет по твоему. Гладиатор бьет по... Он бьет два раза, я правильно понимаю? Да. Он может бить два раза. В таком случае мы бьем по... Почему? Ну, так я бью два раза и не пробиваю. Нет, а ты накладываешь еще одну под кровью. Я понимаю. Ну, давай по призывателю я бью два раза, он не... А я могу в разные виницы бить два раза? Да. Давай один тогда в призывателя, кладем у него уже тону кровью. Ну, из-за второй... А вторая атака сразу увеличивается. Это получается 14 плюс 2. 16. Да. 16, у тебя 13-ая броня. Три урона. 12-ая там броня. 9 плюс 3. 12, да. 4 урона. А здесь только одно, да, можно было бы, конечно, его лучше? Все. Так, а второй атак, либо скелет... Это я уже две атаки посчитал, все. А, либо скелету можно было бы... И сколько на него кладется? 4 урона. 4 урона. Жестик, жестик. Блин, какая там жесткая возбитва. Ну, мегаскелет бьет по ветерану, на него еще один этот удар прошелся. Все, все. Куда? Ну, вор же. Так там по нему уже два удара было сделано по ветерану. Ну, и вот третий пришел. Нет, погоди, а... Да. Да, да, да. Вся грана. У него двойная же плоть. А, то есть 4-0. Ужас какой. Или у тебя сейчас воин песком бьет? Да, воин песком. А, все, тогда я поторопился. Бьет по этому паре. А, но больше по кому не может. Ты, кстати, не ударил он предварительно. Нет, я ударил. Предварительно. До боя. У него же меч. А, ну, ладно. О, хорошо, остается только мой... Так, а ты контратакуешь его на сколько? На 4. На 4. Так, на него наносится 3. В таком случае мой монах... А почему на него доносится что-то? А, это контратака. Так, эта штучка, это у нас... Паралич. Паралич. Ты можешь наложить на любого паралич, чтобы он пропустил свой ход. Давай на призыватель наложу паралич. 8. А, это все, что он может сделать сейчас? Да. Призыватель пропускает ход. Да. И сейчас получается моя активация. Ветеран бьет... Кровотечение все еще висит? Да, потому что он его ударил тогда. Ветеран бьет по... Он не... По призывателю? Ну, это 19. 19, да? Да. Так, 21. Потому что кровотечение. Кровотечение 18 плюс 1. А, плюс 3. Плюс 3. Но, тем не менее, его добить. Господи, как тяжко. Хорошо, теперь твой... Подрывник. Блянь, надо было про подводрника бить, я что-то не подумал. Почему? Потому что он стрелять умеет. Давай я вынесу монаха. А, ты убиваешь. Да. Хорошо? Я трачу пятерик, призываю умертвие. Потому что, типа, ну пусть будет. А, как у меня так плохо? Так, и мой следопыт. Я стреляю по скелету. Скелет умирает. Чпунь. Вымпесков? Да, он бьет по ветерану и ветеран умирает. Значит, он кабину просто. Так, у него получается 8 плюс 7, это 15. А чего он убирает тут сразу? У тебя там была бессмертная плотина. А, то есть здоровье там вообще не учитывается? Да. Все, я понял, хорошо. Нет. Классный был юнит, очень здорово. Да. Гладиатор бьет по подрывнику. Дважды. Дважды. А вот это что значит? Это кровотечение. Это кровотечение. Получается, первый удар он просто вешает кровотечение, потому что он не может пробить броню. И второй удар это 14, это 16. 16 на 12, 4 урона. А почему он у тебя же 9 урона наносит? А вторым ударом сколько? А вторым ударом из-за кровотечения вот эта штука удваивается. А, то есть 16. Где? Подрывник. То есть у него одно хп осталось, да? Да. Какой ты долгий-то, подрывник. Давай подрывник. Я умер, ты у тебя убью. Что это? Поддавки играешь? Я убиваю подрывника. Нет, зацел. Твой воин песков, видимо, хреначит 15 уроном. По гладиатору. По гладиатору с 9 броней и убивает его. Я хочу следопыт убить. Хорошо. Прекрасный выбор. Я трачу еще немножечко пизнеца и зову умертвия обратно. Типа, братан, ты что упал-то? Сука, если мне не дадут автопобеду в этой игре после этого квеста. Как жаль, что это работает не так. Так, ну еще гладиатор просто дважды бьет по воину и убивает его. В чем? А, ну да. Да. Да, там точно хватало. Ладно. Так, у нас заканчивается. На этом битва торжественно. Мне сейчас придется идти опять нанимать наемников, потому что почему бы и нет. Итак. Итак. Гильдия благодарит вас за раскрытие заговора и предлагает вам хорошие условия для торговли. Во-первых, это 10 благочестия, которые не приходят в твой карман. Д6-25. А, нет, там не на 25, там на 50. А, на 50, да. 150. Артефакты какие-то. А, это трофеи. Трофеи. Сикоко трофеев я получил. К4 кинай. Плюс 1 к торговле. Не могу слышать. К4. Сейчас, сейчас, сейчас. 2, 2 этих самых, 4. Вау. 2 этих самых, 2 короны и 1100 опыта. Что за 2 короны? Ну, этих. Влияние? Да, влияние. Так, а как у меня влияние? А, ты 1100 получаешь и получаешь еще 600 дополнительно за 2 убитые нечисти. То есть 1700. А за нечисть отдельно тебе считается? Ну, она просто как дополнительная была. А, ааа. Так, хорошо, давайте сначала с опытом разберемся. У меня осталось 100 плюс тысяча... 100? 1800. Вот я тысячу потратил, и у меня остается еще 800. Я третьего уровня. Дальше. Капец. 2 влияния. Это у нас... Сколько? 800? 800 остается. Влияние-то у нас вот эти штучки, да? Да, да. Мы их бросаем в лагерь наемников. Точнее, ну или где я там нахожусь? А, ну я в лагере наемников. Так, откуда ты? А, так, подожди. А что я бомблю-то? Это же квест второго уровня. Ну. Тьфу ты. А я тут зря орал. И получаем 4 трофея. Зелье исцеления. Используется в бою и что-то там лечит. Кувшинчик. У меня такой был. Свиток мастера меча. В любой момент игры призывается мастер меча в любой ваш отряд. О, можно мне мастера меча? И рапира жожа, которая я, видимо, вешаю куда-то. Ты можешь повесить на любого бойца ближнего боя. Ты можешь на мастера меча повесить. Хорошо. Все. На этом квест выполнен. У меня остается еще два трофейчика. Моя квестовая ветка заканчивается. Все, все квесты повыполняли. За сим уступает конец хода. Ну, ты бы мог пойти и порталы бомбить. А потом порталы бомбить. Какие порталы? Алтари. Я бы с радостью. Тут просто застройщик один. Ну что ж. Начинается новый ход. Так. Это у нас получается убывающая луна. Это один отрицательный бонус. Пятый. Опять. Минус пять ков тобою. Ну что ж. Поехали. Ох, сейчас чувствую события-то нас ждут. Не, они уже попроще, чем полноморийские. А, типа оно чуть-чуть меньше стало. Ну ладушки. Так, у нас сейчас первый ходишь ты. Поэтому, Арина, будь любезна. Убийца. В городе стали пропадать люди. Через некоторое время несколько тел нашли в канализации. По следам... По следам над них стало понятно, что в городе орудует убийца. Оставить без внимания или искать убийцу. Да, давай поищем убийцу. Отлично. Вы находите убийцу. Не пробу, все так просто. Вы ищите, вы находите. Он прятался в мастерской у кожевника. Ему вынесен смертный приговор. Скоро состоится казнь. Дознаватели узнали, что убийца болен тяжелой и заразной болезнью. Головной отряд у тебя заболевает. Но ты получаешь плюс один к стратегии. Черт, у меня уже... Черт, у меня сейчас в конце ходу начнут умерать, где-то от болезни. А болезнь стакается от эффектов? Да, болезнь можно, я говорю, при помощи лазарета вылечить. Или если у тебя есть бойцы... Нет, потому что если ты болел и что-то случилось с карточкой, еще она болезнь, она увеличивается. Да, она увеличивается. Так, хорошо. Таня. Дезертиры. Ваши люди нашли в лесу лагерь вооруженных отрядов. Выяснилось, что это бойцы, сбежавшие из вашего войска. Помиловать беглецов? Казнить предателей? Да, конечно же, помиловать этих сладких дурачков. Вы решаете помиловать беглецов. Это будет большая благодетель. Кто-то воспринят это как великодушие, а кто-то как пренебрежение законом. Минус одно лидерство и 10 благочестивости. Хорошо. Я не принципиальный. У меня и так лидерство ноль. Ну. Так. Давай. Больше не наливать. Ваши люди находят старые ящики с старыми бутылками в подвале. Открыв одно, вы понимаете, что это вино. Люди хотят использовать это вино по назначению. Разрешите выпить или приказать вылить? В смысле вылить? В смысле? Праздник. Не, 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 бежи, бежи, это я не ответил. В смысле, люди нашли вино и хотят его выпить. Я могу либо разрешить им это сделать, либо типа вы чё, охуели, вылить вино? Да. Пусть пьют. Праздник задался на славу. Теперь боевой крик противника может серьезно вредить вашим людям. Плюс один к лидерству. Пять злое нравия. И минус один здоровье у всех юнитов в следующем ходу. В смысле, в течение хода. Да, то есть не бою, а следующий парад. Ладно, окей, я понял. А, кстати, я еще вот эту штучку тебе верну, потому что мы ее отыграли. А, это я? Да. Граф, у вас, между прочим, тут торговый путь. На вашу землю прибыли послы из соседнего королевства. Я посмотрю. Они предлагают начать торговлю, но это потребует некоторых вложений. Хорошо, давайте поторгуем. Прекрасно, значит, собственно говоря, если ты соглашаешься, у тебя минус 100, подожди, 75, минус 150. Так. Вы выкладываете деньги в развитие торговли. Это обеспечит вас дополнительными ресурсами для того, чтобы завладеть престолом. Также у тебя плюс один денежка-меч. Денежка-меч? Это торговля. Плюс один к торговле. А, ну, что мне торговли нет. И также в конце следующего хода у тебя будет плюс 250 золота. В конце следующего хода. В следующем хода. Или этого? В следующем. В конце следующего хода. Ну, то есть это немножко бесполезно. Я не получу. Окей. И у нас... А, все, да? Да, да, да. Ресурсы. Пожалуйста, сначала карточки всяких штук. Да. Сейчас я подосозу покажу. Лидерство кому сколько? Тебе ноль? Мне три. Мне две торговли. Ой, мне две. Тебе ноль. Мне ноль. Мне одна стратегия. Лидерство? А лидерство меня ноль. Хорошо. Стратегия один, пожалуйста. Ты стратег? Нет. Ты стратег? Нет. Ой-ой-ой. Я стратег. Это кто? Так, крестьяне просто. Три. Это, видимо, мои крестьяне, они достроили храм. И упали. Ну да, достроят сейчас храм. Что ж, тогда я уже всех покормил. Плюс 75 золота хочу. Есть. Плюс сотка за эту штуку. А как ты мне умудрился дать три лидерства третьего уровня? Ну, я тут не пределок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, два, десять. Все. Я набрал себе денег. Я все сделал. Так, ну что ж, тем временем мы начинаем кормить наших дармоедов в очередной раз. И начинаем набирать наши новые ресурсы. У меня третья степень болезни у всех этих юнитов. Даня меня заразил. Я такой. Фу, Даня. А что? Да вы видели, из какой норы я вылез? Я поднимался с самых низов. Так, здесь она стояла. Все. Так, ну что ж, ходи. Так, да, лазаретом мне очень долго переться. И пойду выполню, пожалуйста, пожалуй, вот этой квест. Просто как бы поле-то можно снести, но все равно это будет установка на ход. Так ты же вот можешь в этот лазарет найти. Да, но только вот здесь квестовая зона, а здесь все равно, типа, ход должен быть потратить. Вот так обходить. Да, все, я понял. Тогда не хватит. Какой кошмар. Мне кажется, надо набрать тысячу жетонового влияния. Это Unreal какой-то. Четыре-пять. Да нет, на самом деле нет, мне кажется. А, ну если не по упрощенной версии игры, тогда да. Так даже не по упрощенной версии, типа, красный квест, наверняка, типа, четыре-пять-пять-пять приносит. Пятого-третьего. У него второй уровень дал два жетона влияния. Ну это ж не все, значит, такие. Ну три даст. Так, а то мне надо построить бы еще одну деревню, а то мне не хватает. Я возьму себе здесь крестьянина. И пускай он построит деревню вот здесь. А в подвалах можно влияние получать? В подемельях? В подвалах, в подемельях, ну да. Нет, там игроки получают... Артефакты. Артефакты. А также опыт. Одного командира как-то мало, если честно. Все? Да, я все. Хорошо, тогда наступает мой ход. И что же я делаю? А, на самом деле, без ратуши я ничего не делаю, потому что у меня нет обменного пункта. Тогда... То есть, пусть у тебя ратуши не построим? Да, мне же не хватило денег. Я просто делаю раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и тут я как раз рожаю одного, ну вот здесь вот я рожаю одного замечательного крестьянина, который такой тот-тут-тут-тут-тут-тут, и строит здесь что-нибудь. Пусть построит так же пашню, деревню. Паши. Да, он строит здесь пашню. Это был бесплатный. Потом я подхожу, говорю, эй, мужик, да пятачок. И здесь рожается еще один крестьянин, который идет сюда, и здесь тоже строит пашню. Женщины говорят, в этом году очень плодовиты. Да. Верно говорят, судя по всему. И здесь тоже строят пашню. На этом мой ход закончится, потому что больше мне особо делать нечего. Моих амбиций больше нет. Ну, у меня все просто, начинает мой генерал, и хотелось бы наемников купить снова. Так, зачем он тебя называет? А можно еще паладина посмотреть? Паладин, хорошо. Так, я выкидываю из отряда умертвее сразу же, потому что на какой хрен он мне уперся. Так, то есть я могу докупить еще троих пацанов. Ого. Благословение это отдельная, да, функция? Да. Ну, если ты используешь ее юнитом, то да, он тогда не может драться, он только просто благословляет. Так, монахский талец, персерк. Плавали знаем. Монахский талец. Заебись. Гладиатор. Ассасин. Шаман. Заверните мне в таком случае, пожалуйста, ассасина. Ассасин. Заверните мне в таком случае, пожалуйста, гладиатора. Гладиатор. И Бесеск. Бесеск. Так, сколько я вам должен, скажите, пожалуйста. Так, 110, 180. 180. Я вот две соточки отдаю. Пятерик отдаю. 25 беру. Благодарствую. Но это еще не все. Это у меня в главный отряд уходит. Также я хочу улучшить свои юниты в моей второй армии. Сейчас мы сверимся с нашей табличкой, сколько это все добро стоит. По 50. Извините. Я улучшаю всех своих юнитов. Отдаю за это 250. И мне нужно в таком случае два стража и три... Точнее... Два гвардейца. Два гвардейца и три мечника. Я могу сжечь нахуй твою деревню. Ура! Эй-эй-эй! Получить 30 урона. Ты никуда не дойдешь до моих деревень. Не, вот этим-то я могу подойти при желании. Ну да, кстати. Типа передашь по войскому дойдешь. А мне не надо, у меня полные стаки здесь. Слушай, я не знаю, что мне делать на самом деле, поэтому давай я... Да вон, храм сломай. А я не... Тут же ты, блядь, храм построил. А, подожди, я же с помощью могу по нему бить. Да. А если я... А так, нет, ты там не поставишь помощь. То есть вот так тогда не будет работать, да, помощь? Нет, будет. А, будет? Да, но только нужно... Ты вот этим встаешь на локацию, на здание. А эти, да. Ломай, круши мой храм! А, погоди, я же тебе благочестие должен на храм еще получить. Да, пожалуйста. Взял опыт мой. И на самом деле я продал все, что у меня было. У меня нет никаких ресурсов, только еда осталась. Ну, зато, кстати, бабла еще прилично. И раз у меня осталось еще прилично бабла, мне еще, пожалуйста, вот я на 150 продаю арки всякой фигни. 150, итого у меня будет здесь 330 золота, и я сейчас еще одну армию соберу. Он просто собирается сжечь твой храм нахрен. А, нет, я не буду ничего собирать, потому что их же кормить всех, сволочей этих. А у меня не то, чтобы много, да, они на следующий ход голодать начнут. Так. А ты можешь обменять на еду, если хочешь. Деньги-то? Да. А, ну да, точно, действительно, что это будет. 25 это одна еда. Нет, 50 золотых. 50 золота, 2 еды. 50 золота, 2 еды. Ну, тогда мне, пожалуйста, будьте любезны, 6 еды. Я вот тут себе прикуплю. Это ты здорово придумал. Все, 150 я возьму здесь за артефакты мои сладкие. И на этом мой ход, на самом деле, заканчивается, ждем битвы. Так, я крестьян, если что, не беру. Вот. Это я, кстати, продала. Там три штучки должно быть. Деньги я за это уже получила. Ну, а я хочу обналичить все свои материалы. Так. Сдаем, получаем 25. Сдаем, получаем 25. Ну, что ж, я хочу купить три паладина. Пожалуйста, мне. Три паладина? Да. Это ж сколько они стоят-то, Паротти? 75. А, 75, не так уж и долго, кстати. Ну, да. На самом деле, если бы мы продолжили уже более широкую кампанию играть, после этого хода, туда не было бы в более выигрышном положении. Да, потому что я сейчас сжигаю храм, здесь нанимаю большой отряд крестьян, но они такие, пап-пап-пап-папар. А где ты сжигаешь храм? Вот. Он сожжен у тебя? Нет. Он сожжен у тебя? Вот сожжен. А, вот сожжен и вот сожжен. Все, я понял, да. Ну, и потому что он сейчас отстроит ферм, начнет продавать еду после того, как заскочен рынок или построит ратушу, а мы тут храмы, блядь, штурмуем. И можно мне, пожалуйста, быстрый найм получает к найму авантюристов, как если бы он находился в лагере. Окей. А авантюристы практически все. С кем воевать собралось? Ты же, наверное. Ветеран, шаман, следокрыт. Я просто так, черное-то, почти завершили. Ветеран, монахский талец. И метатель копий. Так, набрала. А дальше? Я думал, я богатый. А я ресурсы все продала. Так, а что у нас кто-то квест выполняет сейчас? Да, я пошла. Пойду. Алина на квесте, Миша на квесте. Я только один квест, видимо, могу сделать. А кто на квесте у Миши? Вот парень стоит. Вон парень стоит. Не, а этот не будет про квест. А, окей. В общем, я, видимо, только один квест могу взять. Поэтому я беру красный. Это тебе, твоего интересия. А, да? Спасибо. О, ты берешь красный квест. Да. Погнали. Ну, в свой черед. Вот этот? Может, с него и начнем? Да, мы с него и начнем. Блин. Не-не-не, вон тот. Вот этот? Да. Жиль. В смысле? А че, я пошли не захотела? Да, Миша первый. А, так мы сейчас с Миши начинаем. Не, Миша начать с тебя. Тут же красный квест. Кот красный, кот красный. Погнали. Давай. Фу. А тут может повезти без сражения? Проклятый меч. Может, но... На могиле забытого воина вы находите меч. Он выкован с какого-то черного металла. По всему лезвию выигрываны змеи и другие жуткие твари, которых вряд ли можно встретить в этом мире. Вдруг раздается голос в голове. Смерть слабым. Только сильный и достойный жить. Не трогать меч. Подчиниться ему. Это для меня? Отнести меч монахам. Отнести меч монахам. Чертов меч должен раскаяться в своих словах. Нужно отнести его монахам. Направляйтесь в ближайший храм или монастырь. Пожалуйста. То есть я зря накупила, да столько? Не переживай. Так, у тебя какой уровень? Подожди, у нее еще один квест сейчас выполняется. Нет. А, нет, все? Хорошо. Первый? Нет, у меня... Продолжение квеста. Давай, давай, давай. Так, ты выбрал что в итоге? Помочь. Тут смотри, типа отказаться, заложить шахту и полезть в шахту. Вот, да. Полезть в шахту. Нет, давай заложим шахту. Заложить шахту. Прибыв на шахту, вы внимательно выслушиваете рассказы разбойников. Работников. Разботников, хотел сказать. Разботники. Вот, собственно. И они тебе говорят, а затем вы закладываете все уровни, где слышались странные шумы. Это решает проблему, но сильно сокращает добычу ресурсов. У тебя минус один к торговле. У тебя плюс один к стратегии. У тебя домики, мечи, палки, копалки. Вот это я не знаю. Трофеи? А, это трофеи. У тебя одно влияние и семьсот эксперенса. Два трофея. А вот если бы ты полез в шахту, то на тебя бы напало два демона и три наемника. И ты получил бы всякого. Так. Пожалуйста. Так, а что еще раз после добычи? После добычи получается... Одно влияние и семьсот эксперенса. Да, одно влияние и семьсот эксперенса. Я, короче, запомнилась и не двигала ни тех. Это период такой. Факт. У меня нет квестов. У тебя есть квест? У нас битва с твоим храмом. А, нет, это не автобойный. Я разыграю это как автобой, на самом деле. Там против таких пятидесяти, да? Да. Так, у меня здесь тридцать пять... Ой, да нечестно. Это как? Он открылся. Ты его сломал. Нет, я его сломал, понятно. Тридцать пять, сорок пять, сорок пять, шестьдесят семьдесят шесть у меня. И теперь нужно пол. И вот эти ополченцы тоже. Чего ополченцы, почему? Ополченцы главного отряда. Это был просто храм здесь. Тут ничего не было. А, это твой, все, я понял. Да, да, да. Я просто, извините, я забыла о семейках, не туда все. Так, я получаю себе скверну за то, что я храм сломал? А, сейчас погоди. Ты получаешь... Ну, кстати, я что-то же получаю за это. Так или лучше? А, один Ка-4 на пятьдесят золота. Ммм, пятьдесят золота. Не знаю. Дерево теперь. А? Теперь на дерево. А, тоже еще на дерево. Четыре дерево. Двести дерево. Двести дерево. Найс. У меня себе у тебя деревянный храм был. Ну, так варягский. Так. Теперь на камень. Соточка. Ты получаешь семь еды. Нормально, еще и похавать там когор нашел. Так, давай я просто десятку возьму, тройку уберу. Так. Так. И двадцать нечистивость. Так, теперь мне нужно убрать на пятьдесят очков потерь. Да. Так, тридцать пять, второй отряд. Пожалуйста. Так, тридцать пять, остается еще пятнадцать. Иииии мы убиваем как раз таки гладиатора и гладиатора. Пожалуйста. Так. Минус два гладиатора. Так. А, погоди. И ты получаешь еще, кстати. Чегось. Ммм, прикольчик. Это для меня? Ты получаешь тысяча двести опыта. Ооо. Ооо. И сейчас я еще почитаю сколько еще опыта. Подожди, у меня было восемьсот. Ну ты типа пятого уровня можешь стать. Восемьсот плюс тысяча двести это две тысячи. Это я четвертый. Девятьсот еще остается. И еще шестьсот опыта. Ну вот как раз. Девятьсот плюс шестьсот. Пятого уровня. Да. Еще три сотки осталось. Ну это видимо конец хода. Пуньк. Да. Блин. Витя разрушитель. Камон. Да я хром сжечь хочу. Хотел. Ну как бы хочу, но уже не сожгу. Тем не менее. Ну что ж. У нас последний ход наступил. В принципе. И кстати побеждает Алина. Почему? Потому что у тебя больше всего. А, это тайбрейкер, да? Если никто не достигает своей победы, то по тайбрейку в конце игры вы считаете у кого больше влияние. А я тоже на себя армию собрала. Очень. А можно я в храм зайду? Ну пожалуйста. Он вас сломал. В смысле? В прямом. Я в свой храм зайду. Ну подожди. Ну подожди. Мне же интересно что там с мячом-то. Ну давай. Давайте отнесем храм и закончим на этом. Хорошо. Давай тогда вторую часть квеста его зачитаем. А я соответственно не важно кем идти, да? Ну кто урал кого что-то идет. Не ну можно любым ароматом идти. Да. Я не могу смотреть на это. В монастыре экзорцисты говорят, что в мече поселилась нечисть. Спустя некоторое время их удается изгнать. На вас нападает 5 нечисти. Так, а можно мне квестик этот? Вот так. Так, ну тебе нападает 5 нечисти, но у тебя там миллиарная армия, ты бы с ней справилась. Ага. А вот что было бы, если б допустим это было бы. Ну если б я это делал. А подожди, если я победю, сколько я получил? Ты получаешь 10 этого. А жетонов влияния? Жетонов влияния 3. И это за красный то. А в случае если бы я... Подожди, вот я и хочу прочитать. Однако, ежели мы... Ну не трогать меч понятно, ничего такого не произошло. А вот если бы это был я, я бы конечно сказал, мечечек мой. Взяв меч, вы не раздумывая убиваете своих воинов. А хули они? Если бы они были хорошими воинами, они бы не умирали. Они слабаки. Убейте 2 юнита из отряда, а остальные юниты в отряде переворачиваются. То есть, типа становятся монстрами. Ах! Теперь вы можете устраивать адские вечеринки в прямом смысле. А влияние сколько? Ты получаешь минус вся благодать, а влияние нисколько. 900 хп. И кровавая луна, кстати, восходит. Да. Круто! И давай тогда посмотрим сразу на механику кровавой луны, как бы она выглядела. Положи, короче, туда под третью. Блин, классно. Ну, я милосердный не могла. Ну, понятно, да. Если бы была кем-то другим. Хотя, между прочим, на оборотной стороне там очень классно... Демонизация происходит. Они такие показаны в их демоническом обличье. Так, отдельные карточки вот у нас такие. Так, это да, это у нас кровавая луна. Можем зачитать тоже пару событий. Ага. Ну, выбирайте, читайте. Хорошо. Кровавая луна. Например, на лед саранчи. Слушай, она срабатывает мгновенно. То есть, вот... Нет, нет, она... Вначале... Да. Следующая фаза, это будет кровавая луна. А жетон луны, он остается на месте. Понятно. Ну и что там? На королевство напали бесчисленные орды саранчи. Эти прожорливые твари ничего не оставили от посевов. Вашим людям грозит голод. Ты можешь начать есть людей или раздать припасы? Есть люди, естественно. Люди соглашаются, что им еще остается. Как говорил ваш повар, лучше нет питалища, чем много товарища. Угу. Переработанные шутки. Вы еще удивлялись, когда он произносил, скажи мне, что ты ешь, я скажу, кто твой друг. Угу. Все, ты получаешь за это минус 10 благочестия, минус 1 лидерство, минус 2 юнита, зато 15 от нечистилости. По мне, очень круто, классно. То есть, ты можешь добиваться абсолютно разными способами победы, что очень интересно, потому что чаще всего у тебя не так много вариантов, а тут ты можешь как бы даже в коалицию какую-то объединиться. Можешь наоборот... Условно. Ну да. Можешь насать в тапки своему оппоненту, вот. Можешь стать демона-поклонником, можешь, как я вот, например, ну я же милосердно, можешь помогать своим подданным и в целом людям. И вот Данька вообще там через торговлю что-то мог по факту там не строить ратушу, а кучу всего продавать. Очень много, наверное, такого разнообразия в этом плане, путей победы. И это очень классно и интересно. Я еще раз напомню, что это рабочая версия, ну прототип. Да, то есть, многие разные аспекты, они до сих пор дорабатываются и будут дорабатываться вплоть до начала производства. Что я могу сказать? Это интересно. На самом деле, плюсов у игры достаточно. Это и начиная с элементарной реиграбельности, потому что разные события каждый раз вносят что-то новенькое и заканчивая тем, что несколько путей победы, опять-таки различные юниты. И, в принципе, даже играя в быструю игру, вот как мы играли, как бы все равно все юниты не успеете потрогать, все равно потом придется в какие-то другие ветки прокачки уходить. Прикольно, что есть какие-то квесты на карте и задания, то есть все не сводится к простому шпехалово. И есть прикольные механики, опять-таки, нечестивость, благочестивость, вот это демоничество и прочее, это очень интересно. Очень много контента в игре. Причем контента в игре много, она визуально смотрится на столе достаточно, ну так, объемно, хотя сама коробка небольшая. Не знаю, для кого-то, наверное, тоже плюс, если ты маленький, вот такой, как бы, тебя можно будет до дома ее дотащить. Правда, если ты маленький, ты еще не поймешь, потому что ты еще тупой вдобавок. На самом деле очень много компонентов в этой маленькой коробочке, обычно столько компонентов больших. Единственное, что я бы хотел, наверное, пожелать, это для того, чтобы можно было сделать какую-то маленькую утеченную таблицу нечестивости и благословлений для быстро-быстрой битвы. Да, да. По парочке эффектов буквально. Да и в целом, на самом деле, мне понравилось, я бы с удовольствием, на самом деле, играл еще. Призаказ на Boom Starter продлится до 19 апреля. Да, до 19 апреля. И базовую версию игры, то есть вот это все, можно приобрести за 5200 на Boom Starter. А Deluxe издание, туда входят дополнительное неопреновое поле, дополнительные миниатюрки для инфернальных персонажей и также их инфернальные подкрепления. Также входят туда боевые планшеты, реальные ресурсы, реальные монеты и лор-бук, которые писали и пишут до сих пор наши. Реальные ресурсы? Типа вы себе ветки насыпаете вместо жуков? Нет, не такие. А тут бутерброд лежит. А, это хорошая мысль, мне нравится. Нет, там, например, короче, реальное дерево, это такое, типа, полено. Ну, я понял. Еще что-то. Но это не прям детки. Мне понравилось. И еще также лор-бук, который написан нашими подписчиками и нарисован нашими иллюстраторами, который рассказывает историю вот всего вот этого королевства. Ребята прям очень большую историю придумали. Вот это то, что вы видите и часть не видите, это все чисто на предзаказе. В магазинах, во-первых, цена будет дороже и комплектация будет сильно урезана. И даже, на самом деле, миниатюрок не будет, потому что миниатюрки и вот это все, то, что вы здесь видите, это чисто на предзаказы. Да, потому что, ну, как бы, стоит понимать, что цены сейчас на настолке тоже выросли, там, та же Немезиды теперь стоит 17 тысяч рублей, хотя стоила она там десятку, да, примерно. Ну, я думаю, спустя некоторое время, когда уже все предзаказы получат, когда уже будет продажа простых, как бы там, конечно, можно будет уже такие версии с миньками выпускать. Но пока что, да, миньки, это вот по предзаказу, потому что они, ну, клевые уже. А, я еще раз хочу напомнить, что миньки нам делали наши друзья из Tesseract Prince. Они как раз и будут нам производить миньки для предзаказов, и также нам будут производить миньки Artel Bratev Sonssovich. То есть это, я думаю, вы все их знаете, кто увлекается настольно-ролевыми играми или просто эклекционирует разные миниатюры, наверняка слышал об этих ребятах. Между прочим, хорошее качество, так что можно спокойно брать и красить. Да, в принципе, на этом все. На самом деле, все ссылочки на ребят, на игру, на всю информацию, с которой можно ознакомиться, вы найдете в описании. Ну, в смысле, не под столом, а там в описании. Да и под столом тоже. Миша, большое спасибо, что привезли, что поиграли. Это было очень классно. С вами были The Station. Михаил, Алина, Отче. Где-то Даня. Где-то Даня здесь бегает рядышком. И пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok